Всем привет! Сейчас я проверю, что слайды переключаются. Да, переключаются, отлично. Сейчас домашку тогда разберем. В целом, я как бы читал фидбэк, и я, ну в смысле, и по домашкам в том числе, я хочу просто предупредить, что я еще не всем фидбэк по домашкам оставил, я просто не успел. Кому-то прописал, ну и ключевые моменты в том, что если я чего-то не написал, ну как бы никакого фидбэка нет по какому-то конкретному пункту, значит все нормально. Ну то есть, если какие-то особые моменты выделить, все хорошо, то я тоже об этом отдельно пишу. Если какие-то явные проблемы вижу, то тоже об этом обозначу. Я просто прошу, то есть я все домашки так или иначе просмотрел и прочитал, но не всем оставил комментарии, просто потому что это много времени занимает, ну и как бы общие кейсы, как бы разберем сейчас, что и где как было. Поэтому, ну просто подождите, в общем, я все документы просмотрю, везде комментарии оставлю, где необходимо. Вот. А в целом вопросы какие-то есть прямо сейчас? Потому что в целом я вот выделил какие-то такие общие проблемы, как бы исходя из фидбэка. Может что-то есть еще что добавить? То есть недостаток времени или большой объем? Хорошо, поработаем, возможно меньше объем будет. Но здесь я хочу просто отметить, что не пытайтесь, если есть недостаток времени, не пытайтесь эту домашку сделать там полностью до конца и прочее. В частности, здесь, наверное, что опять же, следующий пункт, что найти информацию тяжело. Это да, может быть, это нормально, собственно, в этом на самом деле суть домашки была, что в условиях отсутствия информации необходимо формировать продуктовое видение, как бы там, игры вашей. Это как бы сложно, и это нужно делать. Соответственно, если какую-то информацию тяжело найти, вы не можете с этим ничего сделать, ну ничего страшного, как бы, то есть просто отбросить этот пункт. Проблема с поиском ограничений непосредственно по Индии, да, был вопрос? Собственно, да, это один из тяжелых пунктов был, и там, на самом деле, ну, отдельно об этом мы сейчас поводу еще обсудим. Дальше. Начнем с первого вопроса, топ популярности игр. И здесь, собственно, у многих, ну не то, что у кого-то это была ошибка, у кого-то это была недосказанность, у кого-то, в принципе, это присутствовало, вы уже сами можете проанализировать по своей работе, о чем я сейчас скажу. Во-первых, что есть топ вообще как таковой? По какому принципу по нему судить? Когда задают такой вопрос, собственно, этот вопрос был задан с точки зрения того, что давайте порассуждаем, как вы видите топ этих популярностей игр. Можно, во-первых, разделять по платформе, то есть, да, очень важно, что есть свой ПК, консоли, мобильные рынки, и они могут составлять свои топы. Или мы смотрим по всему рынку игр вообще. А дальше, как бы, на каком периоде времени мы рассматриваем? То есть у многих было, что давайте посмотрим отчет, в том числе, который был в рекомендательных материалах, но немногие отмечали, что он покрыт за 2020 год. То есть это топ популярности игр не за все время вообще, а только за год, предшествующий там, то есть этому, и не всегда еще люди учитывали, что конкретно там используется для оценки эффективности игры, их популярности. Кто-то использовал, не кто-то, многие использовали версию Metacritic, да, то есть, например, по издателям, и, соответственно, как бы по играм тоже могли какие-то версии использовать, в которых было подсчитано все это дело по-своему. По какому принципу оценивать топ? То есть можно оценивать топ популярности, топ популярности, наверное, логично оценивать по какому-то рейтингу известности или рейтингу загрузки. Ну, у меня есть своя трактовка на этот счет. Опять же, здесь нет правильного, неправильного ответа. Здесь очень важно исходить, что, от чего вы именно отталкиваетесь и оцениваете. Если у вас там, например, фри-то-плейная игра, наверное, имеет смысл оценивать, в первую очередь, по загрузкам ее популярность, во вторую очередь, по доходам. Нужно ли сегментировать рынки? То есть то, что популярно на Западе, не самое популярное в Китае, и наоборот, соответственно, опять же, к вопросу Китая и Индии, это очень интересно. И как получить релевантную информацию вообще, где ее взять? Ну, и как бы давайте на них ответим, на эти вопросы. Вот есть такая интересная метрика, которая называется Monthly Active Users. И один из вариантов тактовки, здесь он, опять же, ограничен временным периодом, это за 2020 год. Monthly Active Users – это количество уникальных активных пользователей, которые хотя бы раз в месяц играют в эту игру. И есть, собственно, отчет NewZoo, это аналитическая компания с аналитическими решениями, которая говорит о том, что топ выглядит по популярности игр примерно так. И здесь важно отметить, что это Мау за 2020 год средний, то есть это, что каждый месяц в среднем в Майнкрафт играют 17 миллионов людей. Мало где вы такую цифру вообще найдете. То есть если мы посмотрим в Google Play, по-моему, я не помню, я сделал этот слайд, нет, не сделал, ладно. Если мы зайдем в Google Play, многие, опять же, составляли список, например, по мобильным играм, что вот Subway Surf – самая популярная игра. Абсолютно верно, потому что у нее там более миллиарда, трехсот миллионов загрузок. С этой точки зрения – да. Но, как бы, загрузки имеют, конечно, накопительный эффект, они никогда не уменьшаются. То есть приходит новая аудитория, загрузок все больше и больше, но это не означает, что игроков все еще столько же. И если рассматривать популярность как активная база играющих людей, то вот этот топ выглядит примерно так. Опять же, это топ для ПК-игр. Важно отметить, для мобильных игр можем по отдельности выделить. В общем, общая суть этого домашнего задания была в том, чтобы выбрать какую-то логику суждений по этой популярности игр и, исходя из этого, сформировать, соответственно, свое видение. Здесь есть какие-то вопросы? Нет? Хорошо. Тогда просто, в целом, откуда брать информацию? Я сегодня, в том числе, на самом деле, в рамках лекции покажу несколько материалов, но самое лучшее решение – это узнать, какие аналитические компании готовят разные репорты, потому что они обладают наиболее, ну, как бы, релевантными данными. Если мы возьмем всякие метакритик, они не занимаются аналитикой. Они смотрят на рынок в целом, они могут оценить там по каким-то данным, которые им доступны. Но, например, более важно использовать такие ресурсы, как Steam Spy, в принципе, норм для ПК-игр, отчеты Game Analytics, Game Refinery, возможно, какие-то статьи на UpToTop, потому что они обычно все ориентируются на аналитические данные, собранные той или иной компанией. Понятно, что у всех разные способы собирать эти данные, но это все еще самая более релевантная информация, на которую вся индустрия опирается, собственно. Ну, здесь аналогичная ситуация по топ-издателю. Я там еще опечатался в задаче, то есть я написал топ популярных издателей, популярность, очень сложная популярность издателя, то есть в чем она состоит. Поэтому многих это запутало, но, собственно, по какому принципу оценивать, нужно ли сегментировать, как получить релевантную информацию. Как получить релевантную информацию, примерно та же история, но, например, посмотрим, как это сделать для мобильного рынка. То есть можно сделать за все, весь период времени, можно сделать за какой-то ограниченный период времени. Например, вот эта история взята из AppMagic, аналитического сервиса, который доступен, эта информация будет доступна бесплатно. Это топ-паблишеров по трем разным категориям, соответственно. Топ-фри, гроссинг и топ-фичеринг. Это информация за месяц, но так как это очень крупные компании с таким месячным оборотом денег, то, соответственно, они его обычно пытаются сохранить. Ну, бывает, плеерик съезжает на четвертое, на пятое место. То есть это нормальная ситуация. Плеерикс, по сути, это компания, которая имеет 6 игр в своем портфолио и является топ-3 издателем в мире по объему выручки. То есть, опять же, к вопросу про российский геймдев, как бы в Плеериксе все практически из России, но еще из Восточной Европы есть. Буквально вчера у Тинников вышло, кстати, интервью с братьями Бухманы, которые основатели Плеерикса, и можете посмотреть, очень интересно. Они рассказывают то, как они пришли к тому, что они стали топ-3 мобильным издателем в мире. Ну, и здесь, соответственно, Tencent, а это компания, не помню, как она называется там. Ну, какая-то, опять же, китайский издатель какой-то, у которого огромные обороты. Tencent – это огромный холдинг, который содержит в себе, ну, там, множество других. И если вы анализировали, в том числе, по Metacritic или по Гроссингу, или еще как-то, ПК-издатели, там действительно в топах окажется, как она, 501, да, Studios или 505 Games, Activision, Blizzard и прочие. Опять же, важно просто определить скоуп, по которому вы мыслите. Про топ-фри все очень просто. Количество загрузок за последний месяц. Ну, то есть, Вуду, гипер-казуальный издатель, Lion Studios, гипер-казуальный издатель, Google, потому что, ну, Google, Android. Но, что характерно, если мы посмотрим на вот эту историю, это сенсор-тауэр, мы посмотрим на App Store Downloads, мы видим, что Google как первый издатель. Google Play Downloads тоже Google первый издатель, а в App Store еще есть Tencent. Но почему его нет в Google Play? Потому что Tencent – это издатель, который ориентируется на китайский рынок с китайскими приложениями. То есть, мы его не видим в топе Google Play, потому что Google Play в Китае нет. Все очень просто. Ну, и, соответственно, как бы эта история, опять же, по загрузкам. Если расценить популярность, и она только за январь 2021 года. Эта информация, несмотря на то, что она ограничена временным периодом, релевантна, потому что издатели обычно поддерживают эти цифры, потому что, ну, это крупные игроки. Что такое подпичеринг? Это, короче, в последнее время, когда есть фичеринг-скор, который измеряется, опять же, вот Magic – своя система этого измерения. Просто как он взлетает в рейтингах. Как все приложения этой издателя взлетают в рейтингах и оказываются в топах различных стран. Ну, то есть там топ-10 США, топ-10 России. И если оно в магазинах всплывает вверх, то, соответственно, это считается как фичеринг-скор. Там определенная формула есть. Это, в принципе, просто, как сказать, популярность издателя за последний месяц, условно так скажем. То есть она не обязательно, значит, по загрузкам. Это, скорее, рост его, рост загрузок, темп роста загрузок, но не количество загрузок. Так, у меня поехало все. Ну и вот, да, собственно, где ее искать? Список ресурсов, и он на самом деле не ограничен. То есть можно искать множество других. AppMagic вообще имеет бесплатные и платные фичи. Бесплатного функционала для многих вещей, для анализа, в принципе, достаточно. Хорошая система. UpToTop – это новостной сайт. Подпишитесь на него в Телеграме, подпишитесь на него, соответственно, ну, как бы на новостном сайте, смотрите новости его. Там очень много репортов, которые довольно интересно смотреть. Game Analytics – это аналитическая система, регулярно выпускает свои репорты. На сайте их можно посмотреть. И статьи, и по геймдизайну, в том числе, и основываясь на аналитических данных. Game Refinery аналогично. Tenjin – это крупная компания, в том числе, которая, по-моему, издательством занимается, и, по-моему, в рамках Tencent они принадлежат, тоже занимаются аналитикой. AppsFlyer – аналитика, ретаргетинг, реклама. Facebook Audience – это, короче, кабинет… Тут две истории. Во-первых, у Facebook в целом есть свои отчеты по данным, которые они используют, в том числе и в игровой, и не в игровой индустрии. И есть инструментарии, которые… Есть бизнес-кабинет Facebook, который каждый может завести. И, в принципе, если чуть-чуть заморочиться, то вы можете завести себе аккаунт. Через две недели вы получите доступ к полноценному… Поначалу будете всегда иметь доступ, но полноценному функционалу Facebook Audience – это возможность анализа целевой аудитории по интересам. То есть вы вводите, например, «Я хочу посмотреть в США тем, кому интересен Майнкрафт». Оп, видите, это 10 миллионов человек. Теперь я хочу посмотреть такую же аудиторию, которая интересуется Майнкрафтом. Там возраст от 18 до 65, допустим, широкую аудиторию возьмем. И теперь я хочу посмотреть пересечение этих людей. Мы увидим, что там 9 миллионов играют в Майнкрафт, 10 миллионов играют в Fortnite, и 3 миллиона играют и то, и в другое. То есть это очень классный инструментарий для определения размера вашей целевой аудитории и анализа их интересов. Да, это бесплатная абсолютно штука, которую можно использовать. Просто данные там обезличены. Ты видишь там возраст, ты видишь регион, откуда люди, какое их количество. Это, собственно, один из инструментариев продюсера для анализа KPI проекта. Сенсор Тауэр, опять же, аналитика, платный сервис, но какую-то информацию там по доходам раз в месяц можете получить. Множество других, естественно. Про Китай и Индия. В целом это не две интересные страны, потому что суммарный объем населения их более 2,8 миллиардов, на 100 человек. То есть вопрос, вот, например, в первую очередь, если мы смотрим на Китай и Индию, исходя из того, что вы проанализировали, как бы куда лучше идти. Если посмотреть, то Китай очень крутой и крупный рынок. То есть, да, но там супер много ограничений. Вы практически не имея китайскую компанию, там не базируясь, не имея партнера, вы, скорее всего, там не сможете зарелизиться вне зависимости от платформы. Ну, что запрещено? Самое банальное, известное, это на самом деле, ну, многие нашли список, прям положение о том, что нельзя. Самое простое это кровь, черепа, насилие, 18+, какой-то контент, очень много ограничений. Лутбоксы обязательно должны показываться с шансами выпадений, потому что, если этого не будет, игра точно не пройдет. Запрет на трекинг людей, то есть, ну, Фейсбука и Гугла там практически нет, поэтому вы не сможете, наверное, там нужно внутренние сервисы использовать, которые китайцам только доступны, а это сразу вам меняет стратегию привлечения пользователей. Ну, культурная адаптация тоже бывает важна, типа, там делают персонажи более азиатскими, например. По Индии. Обычно запрещены религиозные темы, запрещен Китай, ну, потому что Индия и Китай как бы в политическом конфликте. Интересный факт, который я случайно обнаруживал, синий, фиолетовый цвет кожи и всего такого, потому что тоже думают, что это около религиозной темы и похоже на их богов. Интересно, что запрещены эмодзи листьев, понятия не имею, почему. То есть, где-то такую информацию нашел. Сокрытие фамилий, чтобы избежать разделения по кастам. Опять же, это все не буквальные запреты, это то, что Гугл рекомендует, как маркетинговые материалы. То есть, если вы не хотите, чтобы игру забанили, это какие-то такие интересные факты, которые я случайно где-то в чатике прочитал. По-моему, в GameDev in Kazan это было, между прочим, человек рассказывал. И это, ну, собственно, интересный опыт, в том смысле, что нигде такую информацию бывать не найдешь, но кто-то тебе расскажет. Ну и, наверное, вопрос, куда лучше идти все-таки, на какой рынок кто-нибудь думает, куда, например. Из этих групп? Да. Где Паша? Да, там сейчас очень активный рост идет, но здесь нужно быть очень осторожным. На самом деле, однозначного ответа на этот вопрос нет, потому что Китай высококонкурентный тяжелый рынок, а Индия растущий рынок, но очень много дешевых устройств, очень дешевые установки, но при этом все устройства обычно низкокачественные. И доходов там не так много. Ну, Индия не очень богатая страна, что с инапов, что с рекламы, вы много не заработаете там. Поэтому, да, можно туда что-то адаптировать определенно, но это точно не рынок, который стоит целиться, если вы там какие-то объемы. Хотя, если вы небольшая компания и умеете оперировать такими тер-три странами, может и прокатить. Но многие этого избегают. По Индии это рекомендации или все же законодательные? Я не знаю, что есть законодательно, что нет. Я знаю точно, что паб запрещен. Паб запрещен явно в Китае. И китайские приложения вообще. В БГ Мобайл запрещены. Да, да. Когда читал по Индии, там написано, то есть официальная информация, что запретов никаких на правительство вообще нет. Ну да, просто нет религиозационных законов. Это больше про то, что история, что могут как-то... Тут вопрос в том, что запрет тут как рассмотреть. Это запрет законодательный со стороны Китая, а это запрет со стороны Гугла. Ревью не пройдет, например. Ну, примерно так. То есть никто не хочет, чтобы конфликтов каких-то было. Насколько это законодательный, я сам не знаю, честно. Я просто говорю, что это вот история про то, что иногда некая информация может всплывать вот так вот, и она может быть довольно интересна с точки зрения адаптации рынка под определенные регионы. Адаптации игры. Ну и движок. Вообще, вкратце, ответ такой, что по большинству вопросов ХЗ можно ответить. Все, что вы можете сделать, это прочитать на учпоп такие статьи, типа на Хабри, на Пикабу или еще где-то, и не прийти, на самом деле, к итоговому выводу, потому что, чтобы знать, какой движок, с кем движком работать, надо с ним поработать. Либо спросить человека, который в этом разбирается. Ну, например, про survival zombie с активным экшоном для Steam, да, то есть и для Steam EGS там, или еще как-то. Это действительно Unreal, многие писали, это классный выбор, потому что шутеры делать легко. Но этим ли только ограничено? Здесь практически никто не подумал, а я выбирал бы этот движок, потому что моя команда в это умеет, или я хочу в это научиться, или там, я думаю, что я смогу научиться. Или, ну, кто-то писал про блупринты. Это хорошая история, что типа я не программист, поэтому там блупринты, которые есть в Unreal, это классно. По-любому невозможно сделать за три дня, которые у вас там были на дедлайн, сделать хороший технический ресерч, нужно поработать и сделать, и это просто вам мысленно подумать, что, наверное, нужно разговаривать с людьми, которые занимаются разработкой на том или ином движке, чтобы получить однозначный ответ. Ну, например, давайте вот здесь разберем 3D гиперказуальные игры. Я вам сразу скажу Unity. Можете сделать на BuildBox, конечно, но там, если вы на BuildBox сделаете, подойдете к издателю, он протестит метрики, скажет, классно, давай релизиться, но переписывай на Unity. Это прям 100%, а причина одна простая. Все аналитические сервисы, то, с чем работают издатели, адаптированы под Unity, но не адаптированы под другие движки. Unreal туда вообще не пойдет, потому что Unreal мобилку давно не поддерживает, уж тем более 2D. Поэтому 2D-платформа для социальной сети, многие писали Unity, может подойти, но есть техническое ограничение, часто на размер Build, в какую социальную сеть, смотря, вы лезете. И что оптимизация там не всегда самая лучшая. В том числе, ключевой здесь момент, на самом деле, что это 2D-игра. И 2D-движков для веба очень много классных. То есть в 3D сложнее. Вот это основная проблема, например, с которой мы сейчас паримся, какой движок использовать, чтобы попробовать залезть на рынок социальных сетей. Поэтому здесь всякие, как они, фейзеры, что там еще было. Возможно, гейммейкер, но он так себе, по-моему, имеет. Как COS 2D, да, Corona Labs, которая сейчас как-то переименовалась. В общем, много движков, которые в это хорошо умеют. Corona Labs, кстати, когда-то, когда она еще так называлась, имела очень сильную интеграцию с ВК-сервисами. И для ВК было классный движок. Они куда-то в другое место перекочевали, не знаю куда. Если бы это было 3D, пока единственный вариант, который я вижу, это если человек разбирается в JavaScript и в 3GS идти, как бы, то есть и в Вавилон, и 3GS, и прочие эти истории. Вот. Не знаю, что за движок. Ну, это типа матч-3, где сайте игры. Я, ну, не знаю, первый раз про него слышал. Ну, в смысле, может быть, слышал, но не использовал. А зачем? У меня коллега просто на нем релизировал. Наверное, был давно неправда. Ну, это давно просто. Движки имеют свойство эволюционировать. Он плеерит свой движок с какого-то, 2004 года. Они там, наверное, свое написали, как так и используют. Ну, в принципе, до сих пор работает и под мобилку пишет. Вот. По профессиям. В принципе, вся эта история была больше про то, чтобы вы подумали, о чем интересно, увидели должности всякие разные. Но я хочу отметить несколько вещей, которые заметил. Заметил у нескольких людей, поэтому, собственно, их отмечаю. Во-первых, многие говорят, что я хочу быть геймдизайнером, потому что я люблю придумывать идеи. Спешу вас разочаровать. Геймдизайн не ограничивается придумыванием идеи. Самое сложное – это продумывание идеи и доведение ее до результата. То есть, там многие пишут, что, типа, мне удобнее было бы начать с новым проектом, у которого у меня есть своя идея, я могу ее контролировать. Поверьте, это куда сложнее, потому что у вас куда больше неопределенностей. И когда вы уже видите вводные данные, вы ограничены жесткими рамками, вы можете понять, что допустимо сделать, как механику в вашей игре, а что нет. И, ну, сегодня мы про геймдизайн поговорим, естественно. Просто, в общем, это очень частая ошибка новичков думать, что геймдизайн, действительно, я придумал идею, как-то ее расписал, типа, в деталях придумал и норм. Но на самом деле, на этапе даже брейншторминга идеи окажется, что задай пару вопросов, идея сразу разваливается. Точнее, она развалится, потому что нет ответов. А эти ответы необходимо найти. А это уже монотонный, довольно конкретный алгоритм, который нужно использовать. Но мы это разберем сегодня. Продесирование. Ну, это определенно. Ну, кстати, это плохо, на самом деле. Если в процессе... Так, сейчас звук сейчас поедет. Если в процессе работы выяснилось, что ТЗ надо 50 раз переписывать, значит, скорее всего, была очень плохо сделана начальная работа по этому проекту. То есть, ну, опять же, давайте я сейчас просто не буду, это тема лекции, собственно, сегодняшняя, я про нее расскажу. Продесирование. Многие думают, что продюсирование – это про менеджмент. Вот прям абсолютно нет. Это прямая противоположность. Как только продюсер начинает лезть в менеджмент, это создает конфликт интересов. Продюсер – это человек, который заинтересован в развитии продукта с точки зрения, ну, например, если мы говорим про бизнес, зарабатывания денег. Если вы для себя делаете, ну, чтобы нравилось людям или мне нравилось, или еще какая-то причина. То есть, есть какая-то цель. Задача продюсера – это следить за выполнением этих целей, возможно, чуть-чуть оперировать ресурсами. И когда я это говорю, я имею в виду, что если продюсер работает на какую-то компанию, он приходит к руководителю компании, говорит, мне нужно больше денег, потому что мы там допустили ошибку, или мы можем больше на этом заработать, поэтому нам сейчас нужно больше финансирования. И в основном, как бы, продюсер просто… Это геймдизайнер очень высокоуровневый, который не прорабатывает конкретные геймдизайнерские решения, но, в принципе, управляет идеей продукта. И, ну, с ориентиром на рынок, конечно. Третий момент. Разбирайте инструментарии, вообще, вот именно с точки зрения движков, то есть, старайтесь рассмотреть для всех этих задач, то есть, если мы говорим про анализ там рынка, то какой инструментарий для этих ситуаций использовать нужно. И, то есть, если мы говорим по профессии, то тоже необходимо смотреть, а какой инструментарий вы будете использовать. То есть, помимо личных желаний, нужно еще понять, действительно ли вы хотите, там, работать, будучи 3D-моделлером, там, собственно, с программами 3D-моделинга. Многие думают, что это интересный опыт. Действительно так, 3D-моделинг – это классно, до тех пор, пока они откроют любую из софта, который предназначен для 3D-моделирования. Они суперперегружены, сложные, и в какой-то момент люди такие, им казалось, это классно, потому что у них был там художественный опыт, а через месяц они такие, это не мое. Потому что, оказывается, что это еще и технический склад ума, очень сильно, ну, то есть, необходим. Да, это факты, да. Про сочетание, если вы работаете в небольшой команде, то очень важно, как бы, подумать, а что бы вы могли, какие должности могли сочетать, но так, чтобы они не были, вот как раз, не противоречивали друг другу. Типичный пример – продюсирование менеджмента. Мы внутри своей компании даже это мешали очень часто, и это суперплохая, большая ошибка, потому что, как только человек, ну, продюсер думает о продукте, думает о процессе разработки продукта, а не о самом продукте, это начинает вредить продукту непосредственно. Это как пример. Второй, ну, момент, там, допустим, геймдизайнер, будучи программистом одновременно, это очень сложно, потому что просто, ну, геймдизайнер должен постоянно изучать решения, собственно, которые приводят к решению, ну, какие-то для геймдизайна. Очень часто в начинающих командах кажется, что у геймдизайнера недостаток по загрузке работы. Типа написал документ и все, но проблема в том, что работа этим не ограничивается. Ну, и обращайтесь за, там, каким-то персональным путем того, что вам интересно развиваться к нам, потому что мы просто можем с вами лично поговорить, как бы я расскажу те или иные нюансы, там, того пути, который вы выбрали, по крайней мере, в том контексте, в котором я буду знать. Вот. Ну, и по конференциям последнее. Я просто такой топ-5 для себя перечислил, их множество, на самом деле, многие нашли список, типа, ближайших конференций, это классно. Просто их очень много, они могут быть маленькими, незначительными, и там нужно ориентироваться на спикеров и на бизнес-партнеров, которые там есть. Это факт. Но, что я прям must-have рекомендую, если вы хотите там в индустрию попасть, это, в первую очередь, DevGam и White Nights. Сейчас период эпидемии, типа, они проходят в онлайн-формате. White Nights, как бы, у них там есть платформа VN Hub, которая абсолютно бесплатная, есть базовый бесплатный билет. И, ну, там, в основном, на английском языке чаще стараются делать, потому что они себя позиционируют как международная конференция. DevGam тоже международная, но у них основные точки проведения это Москва, Минск, Киев и там еще ряд небольших городов, типа, они в Калининграде проводили, в Сиэтле, еще как-то, ну, там разные форматы. Онлайн-формат стал бесплатным. А в платном формате самый дешевый билет, если не ошибаюсь, стоит 70 долларов, ну, то есть, там, от 3,5 до, может быть, 10 тысяч рублей, в зависимости от периода покупки. Но это двухдневный опыт, который вы точно не забудете и, как бы, посмотрите то, как индустрия работает с точки зрения и Индии разработчиков, и с точки зрения фаны, с точки зрения бизнес-сообщения, это прям то, что нужно. На White Nights лично на оффлайне я так сам и не был. Проводят обычно Питер в Москве. Ну, возможно, мне говорили, что там более бизнес-история. То есть, DevGam тоже про бизнес, но White Nights как-то они, типа, посерьезнее себя ведут, условно. Ну и GDC, на YouTube заходите, лучший материал, чтобы увидеть крутые AAA и там AA игры, которые разбирают, как они были сделаны. Например, я был, мне было очень классно, видите, мне очень нравится игра Orange the Blind Forest. Я смотрел разбор того, как, собственно, они работали над ортом и проработки прототипирования этой игры на канале GDC. И это супер-классные инсайды, которые ты видишь, как реально делают это в профессиональном мире. PAX, тоже такая презентационная конференция, сейчас туда ездят издатели. Ну, это есть, опять же, в Америке, в оффлайн ехать, это круто. Многие еще указывали всякие BlizzCon и прочее. Это не про геймдев, это про игры. Ну, то есть, типа, немножечко другое. Это работа на аудиторию игроков. То есть, это конференции типа, как они, BlizzCon, Игромир и прочее. Они больше направлены на аудиторию, которая играет в игры, на пользователей, не на разработчиков. Ну, да, определенно, сто процентов. Это просто презентация маркетинговая, это маркетинговая конференция. Ну, есть наша GDCon. Я надеюсь, в следующем году мы его проведем, когда этот коронавирус спадет. Потому что в этом году мы просто решили, что, ну, не стоит, онлайн-формат мы не хотим. Мы себя позиционируем просто как, что это типа конференция для новичков. Ну, то есть, типа, мы можем начать познакомить, так еще и там на хакатон прийти, просто получить фан такой, как сказать, двухдневный лагерь, которым мы занимаемся разработкой игр. Геймдев Ситифест, у них есть зимние обычно или весенние и летние конференции. Летом проходит, конференция в Новосибирске проходит. Там спонсируют с каким-то спонсорами, они не супер большие, но спикеры к ним приезжают неплохие. И в Новосибирске, соответственно, у них это летом происходит на территории, на берегу Аби, там вроде даже палаточные лагеря разбиваются, это все дело на два дня происходит. Тоже, в принципе, неплохой ивент, и можно онлайн-доклады смотреть. Вот, наверное, все по домашке. Давайте, вопросы есть какие-то? Были какие-то типичные ошибки в оформлении? Там, потому что в ТЗН домашку было много про оформление. Из мелочей, нет, в принципе, я знаю точно, что я твой домашку посмотрел. Но я так, вообще просто, я к тому же, типа, типичные ошибки, просто из разряда, иногда текст был стеной. Все, ну то есть он вроде разбил был на параграфы, но как бы там непонятно, где вопрос, где это. Ну да, ну вот это оно и есть. Как бы, нет, вообще я из того, что успел посмотреть детальное, про оформление не увидел, все хорошо более-менее оформили. А что, я сейчас знаю. Понятно. Дальше стиль и целостность подачи инфы. Я говорю, я если оставил комментарии по этому поводу, то это было. Важно, важно. Ты, я просто не стал тем не проверять, но. То есть важно не править свою домашку? Да нет, можете исправлять. То есть, типа, если я, допустим, проверю позже, чем Женя, то я просто дам фидбэк, потому что я вижу, вот и все. Да, просто, типа, желательно оставить оригинал, а исправление в коммент. Да, вот кто-то предлагал, типа, что снизу работу над ошибками условно делать, но вначале тогда стоит указать, типа, что я вот снизу там поправил, перевел. Хотя я не вижу проблем в том, чтобы исправить это позже. Если там, скажем так, если есть ряд комментариев, допустим, которые Женя оставил, а моих еще нету, значит, скорее всего, я не проверил. То есть я хотя бы один комментарий оставлю в документе точно, и это будет для вас индикатор, что я проверил его. Если нет, то значит, как бы, ну, то есть, поправьте, ничего страшного, в этом не вижу. Это, в целом, вся эта история с домашками, они направлены не на то, чтобы же оценку выставить, а на чтобы проанализировать. Да, если оставляют комментарий на блок текста, который, типа, удаляет простыню, если человек ее удаляет, то, конечно, в этом шор. А, ну, ну да, да не страшно. Типа, я не вижу в этом проблем каких-то. Так, сейчас. Вообще, да, ну, это так, не очень, на самом деле. Игорь, тут самое главное, что вы с этого информацию получили о том, что, как бы, этот... Ну, может, они там на Игромире себя как-то показывают, но я не видел. Ну, то есть, ну, я на Игромире и не был, справедливости ради, поэтому ничего не могу сказать. Я говорю, я просто анализирую с точки зрения... А, подожди, Кри, это же не настольных разработчиков в случае магнит? Что-то на Кри... Вот, что-то я видел, то есть, ботинцы, но не последний раз они будут... Я не знаю, честно. Я знаю, что вот это вот два основных мероприятия, которые проходят на территории, как бы, СНГ, и это прям, ну, мастхэв вещи, которые, как бы... А там дальше и про другие узнаете, самое основное вот это. Ладно, про геймдизайн. В целом, когда мы говорим, что такое игра, мы говорим, что это некая, есть некая идея позади игры. И давайте я, чтобы там сильно не затягивать эту историю, скажу, что идею игры можно как бы развить по-разному на различные блоки. Например, это одна из моих трактовок. В первую очередь у нас есть геймплей. То есть то, во что мы играем, игровые механики, и это самое основное, что делает игру игрой. Если мы возьмем фильм, там есть музыка, да, видеоряд какой-то, есть эмоции, прочие вещи. Если это не интерактивное кино, то, как бы, это... Получается, что это просто кино. Если мы возьмем Detroit Become Human, это интерактивная игра, которая как бы ближе к кино, но геймплей там все еще присутствует, и он состоит в выборе. Это самый важный момент, что, ну, если у нас очень красивое и интересное описание, то, скорее всего, у вас это не игра, если там нет геймплея как такового. Следующий момент, это визуал, очевидно, да, то есть у нас есть видео-визуальный ряд, именно это делает игру видеоигрой. Потому что, если мы возьмем, ну, что, например... На принципе, нет, любая игра обладает визуалом. Не сложно сказать, какая не обладает. Только если мы там кошки-мышки рассматриваем, что человек закрывает глаза, и у него визуала нет. Но, в принципе, отсутствие визуала тоже визуал. Тоже визуал. Ну, в смысле, он просто отображен. Ну, да, то есть можно с натяжечкой сказать, что, как бы, на самом деле там нет визуала, но он состоит в отображении информации в виде текста. Да, есть игра в платке, она заключается в том, что там все действия происходят полностью в научниках. Ну, не в научниках, а на одном только звуке. То есть это полноценная игра, это игра из замечника, но она формально сделана для... Да, я понял, почему это... Ну, я говорю, допустимо, да, то есть, но в целом в классическом понимании мы говорим, что разбиваем. Мы, в принципе, можем отдельно звук выделить, как важную часть, да, игры, которая создает тот же опыт. И дальше, как бы, мы смотрим, есть еще обычная история, да. То есть, ну, в принципе, практически у любой игры, я считаю, есть история. Даже если возьмем гиперказуальные игры, в которых суперпростая механика, там есть какая-то задумка. Ну, то есть, если не то, чтобы пример гиперказуальной игры Subway Surfer, типа, у нас за нами годится полицейский, потому что мы рисовали граффити. История есть, есть. Она простая, как два пальца, и она никакой глубины не прорабатывается, но интуитивно понятная, и это создает мотивацию игроку что-то делать. И последнее, я бы сказал, что это платформа, потому что платформа очень сильно влияет на восприятие игрока. Например, есть сейчас мы посмотрим на PlayStation 5, там у нас новая система триггеров крутая, да, которая создает ощущение сопротивления. Суперкруто для игры, где есть стрельба из лука, возможно, какие-то вибрации вот у DualShock'ов и Xbox'овских контроллеров, они тоже создают очень интересный опыт. И это классно. Ну, то есть, типа, это какое-то ощущение создает. Да? А вот Эклес история есть? Я умолчал этот вопрос, зачем ты его задал. А, ну да, разработчик же из России был, так что вполне мог доложить такой глубинный смысл. Я тебе так скажу, то есть, как бы здесь, есть ли мотивация в этой игре? Ну, то есть, типа, какая-то, которая тебя двигает, кроме самой игровой механики. Ну, наверное, да, истории нет. Наверное, да. Ее, как бы, конечно, есть, типа. Да, именно поэтому дальше пойдем по-другому немножко декомпозиции. В шахматах очень сильно в шахматах очень просто найти ее. В шахматах понятно, я про шашки сказал. При желании. Это жизнь вообще бессмысленная штука. Каждый человек находит свой смысл. Ну, я, в общем, веду к тому, что, в принципе, возьмем игру. У нее не у всех, но можно декомпозировать на какие-то вот эти части составляющие, а платформу, то есть, я уже рассказывал, да, что у нас есть мобильные рынки более простая, история более простые игроки, а на хардкорном рынке, там, на компьютерном рынке у нас немножко другие игроки. Поэтому платформа тоже важна как технология. Есть еще вот такое распределение, и это уже научный подход, который используется особенно очень сильно на западе, MDA Framework. Mechanics Dynamics Aesthetics. И здесь есть ссылочка, собственно, можете про нее почитать, но, если вкратце, механики, это, как здесь и написано, это правила игры, которыми игрок оперирует. Динамика, это как игрок использует эти правила. То есть, если мы можем стрелять, у нас есть механика стрельбы и нанесения урона. Окей, а в каком контексте мы ее используем? В XCOM это одна ситуация, мы просто нажали, стреляли, нанесли урон, и она зависит непосредственно с шансов падения. А в Call of Duty это там активный шутер, в котором мы более динамично в эту историю играем. Ну, то есть, там контроль происходит немножко по-другому, хотя правила вроде то же самое. И, собственно, последний момент, а эстетика, это то, что создает ощущение игры. Это как раз про историю, звук и визуал. И все вот эти три вещи, они, по сути, могут сказать, что любая игра состоит из этих аспектов. У Tetris есть свой визуал, есть своя эстетика, есть своя динамика, есть своя механика. И любую игру, если мы возьмем, в принципе, ее можно так разбить. Ученые очень любят использовать именно вот эту методологию, того, как декомпозировать игры. Про декомпозицию мы, собственно, и поговорим немножечко. Есть еще такой вариант. Это из книги The Art of Game Design. Да, вроде так называется, сейчас не ошибаюсь. Есть она на русском языке. Я забыл ее в ссылке приложить, но, в принципе, могу скинуть потом. Собственно, примерно та же история, да, механика, эстетика. Но историю здесь выделяют отдельно и смотрят еще на технологии. Здесь просто динамику, типа, как бы добавили в механику. Технологии, это как раз про платформы. История, это как раз тоже про то, что и в любой игре есть какая-то история или бэкграунд. Ну, может, не любой, как мы выяснили, да, то есть Tetris-то, наверное, нет. Вообще, у многих аркадных игр, наверное, не у каждой аркадной игры есть история, типа, пинг-понг, например. Ну, есть же абстрактные картины. Живописи, они тоже приносят удовольствие людям. Ну, да. У них вот это. Это вот абстракция в геймдеве, скорее всего. Всего рода. Все эти вещи между собой связаны. И мы сейчас вот посмотрим, собственно, как бы попробуем вот на примере этого фреймворка разобрать парочку примеров и игр. Например, самый простой, это вот Tomb of the Mask в Плейджендере. Что это за механика? Может быть, кто-то предположит? Пакман с танчиками? На самом деле нет. Это не Пакман. Это суперпростая механика со времен аркадных автоматов, но это гиперказуальная игра. Она лет пять назад, может, была супер в топах. Не помню, когда. Но просто как бы Плейджендерик на этом поднялась. Суперпростая механика, которая называется avoidance. То есть мы избегаем препятствия, пытаемся просто достигнуть финиша, избегая препятствия. И механика называется avoidance. На самом деле, опять же, люди, которые занимаются с точки зрения ученой, как бы анализом игр, у них есть какой-то человек, сделал целый набор карточек, состоящих из 60 различных механиков, которые он классифицировал и обозвал своими словами. Типа там ресурс вейстинг, avoidance, еще какие-то вещи. И, в принципе, любую игру вы можете на эти карточки разбить. Я могу ими тоже поделиться. Они на английском языке, но как бы можно их использовать для того, чтобы налезать. Мне не очень понравились на самом деле, потому что некоторые вещи, мне кажется, притянуты мне за уши. Про технологию. Это пример гиперказуальной игры, у которой размер всего 35 мегабайт. То есть то, что я выделил красным цветом, это игра, у которой размер билда супермаленький. Почему здесь технология важна? Потому что гиперказуальный игрок нажал по ролику, хочет скачать, он хочет, чтобы мне за 5 секунд игра скачалась, я ее установил и играл. Если игра будет качаться слишком долго, он, скорее всего, забьет про нее. Это то, как технология влияет на опыт игрока, потому что некоторый игрок ждать просто не будет, пока игра будет качаться там 2 часа. Про эстетику. Опять же, я привожу пример на гиперказуальных играх, потому что мне чуть-чуть так проще. Но вы это можете смапить и на любой другой опыт. То есть что объединяет эти визуалы на ваш счет? Матерская игра? Да, в принципе. Небольшой набор цветов. Думать надо мало. То есть ограниченный небольшой набор каких-то объектов на экране, которые надо контролить. Прорисованные примитивы. Собственно, да. Вы обозначили все... Как бы основной тренд на гиперказуальных играх это простота, легкость понимания и какая-то ограниченствовая гамма. Она чаще всего мультяшная, яркая, но тем не менее она ограничена специально, чтобы не перегружать игрока. Нет сложности. Это четкое разделение игрового поля и там вокруг этого. Да, да. Здесь вообще еще можно сказать, что это старые очень примерчики, но даже здесь это наблюдается. Вода синяя, объекты оранжевые. Здесь зеленая, это фиолетовая. Это как раз цветовая... Как она называется-то? Забыл. Блин, это очень умное слово, которое постоянно забываю. Короче, это... Да, да, да. Я какой-то... Да, комплементарные цвета. То есть есть... Если кто-то артом увлекается, вы знаете, что такое комплементарный треугольник цветов. Есть еще разные схемы. Это, короче, история про то, что вы выбираете цвет, ему есть ряд цветов, которые являются его противоположностями или сочетаются ему. Самая классическая история, это в кино синий-оранжевый цвет. Очень много постеров, особенно с боевиками, которые себе контрактируют синим и оранжевым оттенком. Просто исторически так сложилось, что людям нравятся эти цвета. По какой-то причине. Наверное, потому что небо синее, а оранжевое... Да, собственно, я говорю, голубой, оранжевый, типа здесь... Ну, то есть голубой заменился на зеленоватый оттенок, а по этой причине вот эта штука фиолетовая. Или здесь желтый, соответственно, фиолетовый. Они, в принципе, здесь... Это не оранжевый, но, как бы, соответственно, ему комплементарный цвет немножечко другой. И, как бы, эта история очень много где присутствует. Это очень много историй повторяется в кино. И, ну, гиперкэш это же используют, потому что на психологическом уровне человеку это очень легко воспринимать. Ну, мы часто, например, мы в своей истории, когда в своих проектах, когда формируем палитру, делаем абсолютно то же самое. Есть для этого средства, кстати. Теперь немножко про эстетику Brawl Stars. Кто эту игру знает вообще? То есть, типа, видели или нет? Это мидкорная игра, типа, с разными режимами, там, 3 на 3 еще какими-то, где мы отстреливаемся против других людей. Суперпопулярная от компании Supercell, которая сделала этот Clash of Clans, тоже и еще множество других. Какую игру напоминает визуальный стиль? Да, собственно. Вообще здесь в целом можно рассказать про то, что эстетика игры, она, как бы, здесь старается передать вот это веселое настроение, которое тоже любят использовать эпики для игры Fortnite. Ну, и еще это фиолетовая цветовая гамма, но только они, короче, не взяли условно эстетику Fortnite, это его ощущения и перенесли на немножечко другой геймплей для аудитории, которая тоже может быть интересна. И мы сейчас пытаемся такую же историю повторить. Мы делаем смесь Майнкрафта и Fortnite для аудитории. Я вот не зря приводил про Fable Sounders Network. Есть тема, что, как бы, эти аудитории пересекаются. У нас есть заказчик, который хочет сделать игру про, там, не про Майнкрафт, там немножко про другое, но там механики Майнкрафта присутствуют при постройке деревни. И, соответственно, мы такие думаем, а почему бы не попробовать сделать Майнкрафт с визуалом Фортнайта? Вот, как-то так. Ну, то есть с цветовой гаммой и с ощущениями маркетинга. Это может иногда сработать. Вот. Собственно, разобрали примерно примеры, как можно разбирать игры, да, то есть с точки зрения именно различных историй. То есть у нас есть MDA-фреймворк, есть разделение по истории, визуалу и прочим. И здесь очень важно всю эту историю декомпозировать. Соответственно, я... Сейчас будет очень большой блок, и, как бы, 13-40-40, наверное, делать так. Мы пройдем этот блок, сделаем небольшой перерывчик и продолжим после этого. Как бы, я уверен, что у большинства людей ожидание сегодняшней лекции это понять, как быть хорошим геймдизайнером. И на самом деле на это... С одной стороны, нет однозначного ответа, потому что, ну, как бы... Мне сложно сказать, как я научился быть геймдизайнером. Наверное, научился, по крайней мере. До того, что я сужу, судить могу. Но самый простой вариант это играть в игры. И очень много играть, но играть надо не просто так, а играть крайне по-умному. И я не зря сначала завел вам про то, как игры можно смотреть с разных историй, потому что мы с вами поговорим про такую вещь, которая называется деконструкция или декомпозиция игр. И я вам покажу пару инструментов. Это там 4 сложных термина, которые сейчас выглядят, возможно, страшно для вас, особенно те, которые на аббревиатуры похожи. Но если... То есть они могут казаться скучными. Типа геймдизайн, это же весело. Я же придумал идею, и она крутая, как бы, типа, я ее опишу, и всем она понравится, или не всем, а какой-то аудитории. Но давайте попробуем любую вашу идею в следующий раз разобрать на вот такие вот вещи. Но для начала мы будем просто разбирать игры для других людей. В первую очередь поговорим про Core Loop и Metal Loop. Кто-нибудь знает, что это значит? Вообще, я не помню, мы в рамках тестового на этом курсе делали определение Core и Metal Loop, нет? Нет, ну, это замечательно тогда. Никто не знает, да? Хорошо, рассказываю. Основной цикл игры, а Metal Loop это как бы игра в игре. В принципе, плюс-минус, да, это верное определение. Это сайт-квесты, можно сказать. Ну, не совсем, но да. Если бы я взял Ведьмака, я бы не сказал, что то есть, что есть сайт-квесты, это мета-геймплей, например. То есть, сейчас объясню. Есть в целом такая вещь, как игровой цикл. Контент любой игры, он ограничен. Ну, как бы понятно, да? То есть, игровые механики, сколько программисты закодили, столько и закодили. А если мы разберем того же Ведьмака, ну, геймплей там довольно понятен. Как бы мы идем, берем задание, сражаемся на этом задании с необходимым, участвуем в диалогах, получаем, возможно, за это деньги, уровень, прокачку, медитируем, чтобы прокачать способности, выпиваем эликсиры и снова на задание и так далее, и так далее. Ну, между делом, можно в Гвинт поиграть, тот же кор-геймплей, но это скорее такое ответвление, как бы геймплея отдельное. Можно еще что-то поделать. То есть, в общем и целом, как бы геймплей повторяется по одному и тому же циклу. Тетрис, вообще все максимально просто, да, как бы, то есть мы просто ставим блоки, пока не проиграем. Аркадные игры там вообще очень сложно с игровым циклом с этой стороны, типа, играю, пока не проиграю. Все очень просто. Рогу лайк, отличный пример, как бы мы прокачиваемся, то есть, мы там проходим какие-то уровни, убиваем монстров, пытаемся, как бы, заработать как можно больше денег, прокачали свои способности и там это снова, снова начинаем проходить уровень. В принципе, все одно и то же. Что меняется? Ну, сложность игры повышается, ну, новый контент открывается. Но геймплейная механика совершенно не меняется. И, собственно, это то, что чаще всего объясняет как раз наш core loop. То есть, но мета loop это, сейчас мы его разберем немножко отдельно. В принципе, иногда мета loop, он может как бы вливаться в корневой геймплей, и это не всегда очевидно. Лучше всего разбирать, что есть мета геймплей на основе мобильных игр, потому что там это основная точка монетизации. Ну, давайте посмотрим. Вот типичный пример. У нас есть там убиваем монстры, зарабатываем золото, покупаем вещи, снова убиваем монстры, зарабатываем, ну, ведьмак. Собственно, пример игрового цикла ведьмака. Не игрового, даже я бы сказал core цикла. Теперь давайте попробуем разобраться на примерах. Да, давайте я сначала еще раз к мета геймплею вернусь. В целом, было правильное определение, что это игра в игре. Есть еще второе определение. Мета геймплей это то, о чем думает игрок, когда не играет в игру. Или когда игрок не играет в core геймплей. Сложно пока, играете, наверное. Да, это как раз плейерская игра. В чем состоит core геймплей? Матч 3. Матч 3. Максимально просто. А мета геймплей? Ну, строить там дом. А кто играл вообще? Руку поднимите. Давайте порядок. В общем, в рекламе показано первое определение, что тебе надо что-то разведать. Скачиваешь игру, а на... Иногда, иногда там на самом деле по секрету про мисс лиды, иногда, когда ты переходишь по рекламе, которая с пинами, они тебе специально дают пины на первых уровнях, а потом дают тебе матч 3. То есть, типа, они тебя просто какое-то во время удерживают, там это специально используется, так называемый диплинкинг, то есть смотрится, по какой рекламе игрок перешел, и в зависимости от этого ему нужный контент включается. Хроники Хаоса также работают примерно. И что интересно, Хроники Хаоса были отчасти принадлежат этим бушманам тоже. Интересное совпадение. Это уже другое слово, матерное русское ютюб. Это работает. Самое важное, что это работает, их практически нигде не банят. То есть, это очень грамотная стратегия привлечения пользователей. И раз у них люди приходят и такие, да черт, меня обманули, и все равно продолжают играть, то какая разница? в фантази мобильный есть, там тоже такой Tower Defense заходишь, а там нифига не Tower Defense. Есть побочная игра, которую можно раз в сутки играть, которая Tower Defense. Это как раз сделано, чтобы не нарушать закон. То есть, у нас есть это, ну да, ограничено, ну и что? Так вот, что можно делать в Homescapes помимо матч-3? Там интерьер против Да, есть интерьер, мы открываем наш дом, есть диалоги и история, есть кланы и войны кланов, там рейтинги, есть турниры. И это все как раз есть мета-геймплей, потому что чтобы открыть историю, надо пройти матч-3 уровень. Чтобы там открыть новую локацию себе, интерьер, нужно пройти матч-3 уровень, ну или несколько, да, чтобы получить очки в рейтинговой таблице, нужно пройти матч-3 уровень. Но является ли война кланов тоже игрой? Ну, как бы да. Просто мы для этого используем core-геймплей, в котором, собственно, есть наш там, просто мы проходим уровень и получаем очки. Является ли процесс открытия интерьеров, выбора, прогрессия и история тоже частью игры? Определенно, просто core-геймплей завязан все еще на матч-3 примере. Чуть понятнее стало, что такое мета-геймплей. Можно ли сказать, что нельзя, играя в игру, нельзя избежать играния в core-геймплей, но в принципе можно очень постараться играть в игру, полностью избегая мета-геймплей. Ну вот для Homescapes вряд ли получится. Хотя нет, можно проходить уровни, накапливать звезды и играть, да. С определенными, да, ворками, но вот грубо вот так. Скорее всего, тебя будут форсить это делать, просто потому что не выйдет. Но можно играть, это в премиум и в хардкорных играх работает, типа просто не прокачивай навыки. Самая мягкая, это как раз мета-геймплей. Именно, да, на самом деле вся суть в том, что здесь кор-геймплей просто супер-простой и он интересный, конечно, но люди играют тысячи уровней не из-за кор-геймплея. Вообще не из-за него, из-за мета-геймплея. Это, кстати, разница между гипер-кэжуал-играми. Там играют из-за кора. Ну и поэтому там и отвал на седьмой день большой. То есть на седьмой день там остается 10% пользователей. Это в хорошем случае. Ну, 15% в хорошем. Супер Mario Bros. Типа, какой кор-геймплей? Платформер. Есть ли мета-геймплей? Ну, добежать... Ну, повыше запрыгнуть, например, на флажок. То есть от этого не зависит финиш игры, но можно вот по задр... Ну, в общем, да. Есть планетки, как получение жизни. Нужно ли оно нам? Наверное, ну, может, нет. Есть история, которая позволяет, типа, мы там думаем, что хотим пройти теорию. Конечно, Super Mario Bros. посложнее, Super Mario Bros., потому что, ну, есть ограничения в рамках одной игровой сессии, мы должны всю игру пройти. Но есть возможность там открытия дополнительных локаций, дополнительных жизней. Вот дополнительные локации и как раз секретные ходы это хороший пример мета-геймплея, который, как бы, ну, супер не нужен, но является, как бы, частью того, что мы хотели бы открывать, некая прогрессия. Ну, и история, само собой. Subway Surfers. Игра, которая полностью базируется всей своей монетизацией и высоким удержанием игроков за счет мета-геймплея. Вот здесь мне чуть-чуть монеточек, чтобы доску новую получить, вот здесь, чтобы прокачать себе ботиночки и прочую историю. Ну, и сильный корпус, а раннер мы бежим, собираем монеточки, как бы, супер очевидная механика, в которой мы просто бежим и пытаемся собрать можно больше монеток. Мета-геймплей, побить своего друга по очкам, достигнуть как можно большего рекорда, это мета-геймплей, прокачать способности и получить разные шмоточки и скинчики или еще какие-то вещи. Это пример мета-геймплея отличный. Для мобильных рынков он приводится проще всего. Дальше. Clash of Clans. Ну, то есть, опять же, мобильная игра. В принципе, кор-геймплей Clash of Clans состоит в том, что мы как бы строим деревню, нанимаем воинов, нападаем, получаем деньги, снова строим деревню, прокачиваемся и так далее. Это кор-геймплей. Клановые войны, опять же, классическая история. В принципе, прокачка деревни это своего рода развитие, которое игроку, по которому игрок постоянно думает, когда он не играет. То есть, это процесс стратегического выстраивания своей деревни. Не является кор-ом. Кор- это все-таки нападение и прогрессия деревни. А подумать о том, как сделать это, чтобы деревня была более защищенна, это своего рода тоже мета-геймплей. Дальше мы посмотрим на примере другой игры, как это может работать. Minecraft. Какой мета-геймплей присутствует в Майнкрафте? Все мета-геймплей. Что? кор-геймплей стройка, это песочница. Я слышал, там до какого-то дракона надо добраться. А, ну... давай про старые версии совсем. Типа, когда просто песочница, мы приходим, отстраиваем и как бы все, выживаем. Подозреваю, мета-геймплей это крафт, я бы сказал с натяжкой, что крафт, тут скорее прогрессия крафта. То есть, по идее, в классическом Майнкрафте мы не знаем всех рецептов. И наша мета-цель, помимо выживания, поиска еды, прокачки, это поиск всей рецептуры и постройки своего пространства, постройка своего дома какая-то, общение с друзьями, это все мета-геймплей, который составляет вас возвращаться в игру, потому что, блин, у меня там недостроенный дом, я хочу найти алмазы, чтобы у меня была алмазная броня, но как бы это то, что заставляет вас вернуться в игру, а кор-геймплей копаем, копаем, убиваем, копаем, убиваем, копаем, убиваем, все максимально просто. А вот дополнения всякие с квестами куда отнести, по-моему? Я их не играл, но я подозреваю, что там квесты, это, собственно, весь кор, наверное, я не знаю, не могу сказать, потому что даже не знаю, чем там речь. Какое дополнение? Там, по-моему, отдельные, игры, в которых типа сюжетка есть просто, ну и кор-геймплей, наверное, на сюжете там завязан, если ну или не на сюжете. Это очень сложный пример. Что является кор- и мета-геймплей в доте или в кс го? МР-чик набить. Да, в принципе, да. Но есть еще более интересная история, здесь очень мета-геймплей сильно вплетается в кор. То есть, дота, кор-геймплей состоит в том, что мы фармим крипов, правильно? Ну, расставляем варды, и убиваем противников, и ломаем вражеский трон. Как бы, ну, если по-простому, то такой геймплей. Действительно ли это все, если мы взглянем на доту? То есть, чего не хватает какого-то элемента? Нет? Классы. М? Команду играет, выбор классов. Да, вот, собственно, если мы смотрим на киберспорт, стратегии, которые выстраивают игроки, какое, то есть, вообще, слышали, что в доте есть мета? Ну, фраза такая, в киберспортивных играх есть мета. Это, собственно, оно и есть на самом деле. То есть, текущая ротация игроков, текущая ротация, там, в смысле, персонажей, которые сильные в игре, которые слабые, стратегии, пики, контрпики, сбор предметов, и, соответственно, какие-то предметы могут переиграть ситуацию, сделать ее лучше. Но это все то, что происходит в голове игрока, он это все, ну, покупает и делает, конечно, но корр геймплей состоит, фармим, фармим, убиваем, фармим, убиваем, фармим, атаковать противника в какой точке. Стратегия, которая требует, ну, более глубокого понимания и оценки своих собственных сил, не входит в корр геймплей, в котором нажми кнопку вовремя и убей противника. Аналогичная ситуация с CS GO. Правильное расположение на карте, тактика захода, тайминги, и вот эти все истории, они не являются корр геймплеем, типа, вижу, стреляй, убивай. Как бы здесь вот как раз пример того, как мета геймплей, он настолько вшит в корр, что как бы является различием между профессионалом и простым игроком, который об этом не думает. А еще, кстати, там есть экономика. Да, собственно, да, да, да. Экономика как принцип того, что люди задумываются, сэкономить мне денег сейчас или нет. То есть и в доте тоже есть на фастбеках, например, на байбеках. Ну, вот пример Clash of Clans, да, то есть, это пример Курлупа, я просто еще раз продемонстрировать хотел. То есть, собираем ресурсы, строим, иногда нападаем. И, что важно, в Курлупе очень часто нужно посмотреть, как ваши ресурсы работают. Здесь мы их получаем, здесь тратим, там тоже там что-то тратим, что-то получаем. И вот такие вот схемы позволяют вам понять, как ваши ресурсы внутри игры работают, как они циркулируют. И если где-то у вас вы тратите, но не получаете, вероятно, игрок не поймет, почему у него недостаток ресурсов. А где-то вы можете понять, как создать этот недостаток ресурсов. То есть, если мы смотрим на вот здесь, то есть видно, что это с течением времени, да, дается и забирается вся эта история с течением времени. То есть, время здесь тоже присутствует как ресурс. И если мы хотим, чтобы игрок нам задонатил, что надо сделать? Вот здесь уменьшить это количество, увеличить время, или здесь увеличить количество времени, которое тратится. Выстроить математику таким образом, чтобы у игрока был постоянный недостаток ресурсов, и он хотел его восполнить. Это самая классическая модель по монетизации в такого рода играх. Вот. Погнали по следующей истории. То есть, поняли, что такое Core Gameplay и Meta Gameplay, и что, когда мы смотрим на какую-то игру, надо ее анализировать вот с этой стороны. Что заставляет меня, ну, что является Core Gameplay'ем этой игры, какие механики и как ресурсы в ней функционируют. Следующая история это про то, когда вы запустили первый раз игру. First Time User Experience. То есть, это реально самая важная игровая сессия. Неважно, на какой платформе вы играете, мобильная или ПК или консоль. Вот если вы хотите, допустим, сделать какую-то игру в каком-то конкретном жанре и начинаете смотреть похожие игры, все, что вам в первую очередь нужно узнать еще, это очень важно, среднюю длину сессии для целевой аудитории этой игры. В идеале, если вы ее узнаете, на самом деле, на самом деле, вы можете получить эту информацию, поиграв в игру один раз. Причем, реально, вы среднюю получите, сейчас объясню как. Вы ее узнаете. Дальше, ваша задача, на самом деле, за время первого игрового опыта у любого разработчика это впечатлить игрока за этот период времени. Потому что, если это средняя игровая длина сессии, значит, игрок дольше, скорее всего, в игре не будет находиться. И у меня есть только там 10 минут, например, чтобы впечатлить и заставить его вернуться потом. Потому что, он в первый раз запустил игру, скорее всего, он поиграет 10 минут, выйдет и вернется только на следующий день. Обычно, очень жестко захардкоженная история. Вам могут просимулировать, что вы с кем-то сражаетесь. Но, на самом деле, это будет бот, и вы намеренно победите этого бота. Вы будете думать, что вы победили по какой-то другой причине, наверное. Есть такая схема, которая применяется в том числе в менеджменте. И если вы обратите внимание на любую особенность в мобильную игру, проанализируете эту первую игровую сессию, вы увидите, что там есть такая последовательность, как Trigger Action Reward Investment. Это то, когда вы, во-первых, вам сначала дают какой-то хук или триггер, который вам говорит, ну, призывает к какому-то действию. Самый классический пример вылезает от окна, типа, купи набор новичка только сейчас по скидке. Это триггер. Но давайте в рамках туториала. То есть в рамках туториала триггер очень простой. Вам блокируют управление, подсвечивают конкретное место. Это не то, что практикуется в обычной игре. В обычной игре это уведомление, какой-то там яркий эффект того, что вы получили золото, копилка накопилась или еще какие-то вещи. Или на вас напали или поп-ап уведомления в телефоне об игре. Это тоже триггер. Дальше экшен. Это вы что-то делаете. То есть если это копилка, вы нажимаете получить деньги. Если это туториал, вы нажимаете по кнопке, которую вам говорят. За это вы получаете обычно награду в том или ином виде. Награда может быть в виде визуального эффекта, может быть в виде ресурсов. Если это копилка, мы говорим, у вас копилка заполнилась, показывают уведомления. Вы нажимаете кнопку. Помните эту историю про кого же это было там? По-моему, про крыс, которым встроили в голову электрические разряды, которые в центр удовольствия приносили. И сказали нажимать на кнопку. И они нажимали. А еще была другая история про то, что, по-моему, птичек каких-то научили нажимать на кнопку и получать еду. И когда птичке давали возможность получить еду всегда при нажатии кнопки, она как бы, ну, захотела, поела. Окей. Типа, то есть, ну, иногда подлетала, нажимала кнопку, улетала. Когда же сделали эксперимент с другой птицей и награда приходила не всегда, а в какой-то случайной последовательности. То есть, типа, то приходило, то не приходило. Птичка долбила там часами просто эту кнопку. Ей не нужна была еда. То есть, это вот, это пример объяснения лутбоксов, как они работают. Мы насчитываем на награду с определенным шансом и нам не нравится получать награду, если мы ее получаем 100% навсегда. И поэтому здесь ревар тоже иногда эту схему использует. То есть, не всегда вы получаете награду и не всегда даже вы ее получите. Ну, вы можете, скорее всего, вы ее получите, просто в меньшем размере. Так вот, про то, что если вы в рамках туториала там или копилки вы нажали, вы получили монетки и в рамках туториала вас еще стараются эти монетки потратить, чтобы вы инвестировали в игру и почувствовали необходимость восполнить ваши инвестиции. И поэтому цикл вас гоняет без остановки. Классический пример. А у тебя, типа, у вас появляется там в игре восклицательный знак на вашем отряде. Такие, типа, ну, меня бесит восклицательный знак, большинство людей бесит. То есть, типа, начинают открывать, смотреть. А там экшн, прокачайте. Типа, окей, качаем. Награда, вы, типа, получили прокачанный отряд. Инвестиции, вы потратили деньги. Теперь вы хотите эти инвестиции окупить. И, как бы, это понятная психологическая модель, когда человек что-то... То есть, инвестмент здесь очень важен, потому что человек должен почувствовать важность. Это про птичку, которая не всегда получает результат. Она инвестирует в свои нажатия и периодически получает награду. То есть, она чувствует, что она тратит свое время. Если инвестиции вам не стоят ничего, как у птички, которая нажимает каждый раз, каждый раз получает награду, то и интерес пропадает. И, собственно, на этом основана, в том числе, покупательская модель, которая присутствует в играх. Важный совет. Вот решили декомпозировать игру, запишите видео. Прям запустите запись видео на телефоне и вот эти первые 10 минут геймплея запишите, потому что вы что-то на первый совет не схватите, а потом пересмотрите и поймете. Более того, это вам создаст очень классную библиотеку данных, которую вы потом можете использовать для анализа. Какой эффектик здесь был применен? Почему? Почему мне именно так показали? Какие эмоции я испытывал в этот момент? То есть, анализировать впечатления, это очень важная история. Здесь некоторые статьи говорят, что вам нужно абстрагироваться. Я не до конца с этим согласен, потому что абстрагирование это важно. нужно анализировать как геймдизайнер, но в тот момент, когда вы поняли, что вы перестали анализировать как геймдизайнер, очень важно остановиться. Значит, что-то вас в этой игре зацепило и вам нужно разобраться, что конкретно. Поэтому анализ впечатлений и их записи это очень важно, нужно пересмотреть, а если записи видео не будет, повторить первую сессию, придется удалять игру и дай бог там не будет синхронизации данных. На бог вы не залогинились, поэтому лучше всего еще и не логиньтесь в игры поначалу, если вы их декомпозируете. Декомпозируете с точки монетизации. Скорее всего, даже в рамках первой игровой сессии, вот проведя вас через этот цикл, вам сначала бесплатно дадут возможность поучаствовать в цикле монетизации. Например, в любой классической игре у вас есть возможность потратить премиум валюту, типа алмазы или еще что-то в этом роде. Однако, то есть, ну и в конце, скорее всего, туториал вам предложат, вам, скорее всего, ничего не предложат, а вот когда вы в следующий раз в игру войдете, вам предложат пак новичка, например. И это как бы потому, что, ну, я еще, кстати, про вот эту историю. Какого цвета кнопки покупки в играх? А почему вы знаете это? Ну, там, новый и зеленый. Да, да. Ну, юг-визер экспириенс зеленый. Может быть, это светофор, что типа... Да, а почему так? Это светофор. А почему светофор зеленый и красный? Ну, потому что зеленый – это знак безопасности, а красный – знак агрессии. Ну, да, ну, то есть, если разобраться, в эмоциях, почему это произошло, зеленые, как бы, ну, то есть, красные ягоды часто были ядовитыми, да, или красный цвет – этот цвет крови, это цвет опасный. если типа прям совсем разбирать, декомпозировать биологической причины, а зеленые, типа деревья, и все такое, это все, ну, как бы хорошо, и приятно, и все замечательно. И, наверное, иногда овощи там или фрукты могли быть зеленого цвета полезные, съедобные. И, то есть, даже это используется в играх, если в игре одни кнопки зеленого цвета, другие красного, то, скорее всего, это очень плохая игра. То есть, поэтому, вот, если вы на это посмотрите, если вдруг что-то отличается, но игра почему-то успешна, обратите на это внимание, почему как бы они сделали по-другому. Яркий пример, например, мне показывали, по Гарри Поттеру, может, Матч 3 видели, который я недавно выстрелил очень сильно. Там есть механика сейфа. Это так называемый пиги-бэнк, когда у вас в течение времени копятся какие-то монетки, вы можете их получить. Что они сделали? Вам показывают, у вас там в сейфе есть монетки, вы переходите на эту вкладку, а на этой же вкладке находится магазин. И, чтобы получить сейф, ну, то есть, деньги из сейфа, вы начинаете пролистывать вот так вот сверху вниз, а там предложение магазина с красивыми открывающимися коробочками, причем там чем дальше, тем они красивее открываются, потом там еще где-то монетки, деньги из сейфа. То есть, вот вы каждый раз проходите через... Там небольшая страница, она не настолько раздражает, но сам факт, что вы видите эти анимации, это как бы, ну, у вас триггеры в каком-то виде, и вам нужно в эти моменты понимать, что зачем это сделано. Вот тогда как раз про вау-эффекты. То есть, где вас впечатлило, где постарались вообще впечатлить, но вас не впечатлило, и зачем это делали. И старайтесь вот разные фичи, которые в игре есть, декомпозировать на архетипы. Архетипы бывают социальщики и эксплореры. То есть, это люди, скиллеры, любители там поунижать других, для них придумали кланы и рейтинговые таблицы и соревнования. Ачиверы, для них придумали ачивки, прогрессию и прочие вот эти истории. Эксплореры близко к ачиверам, там есть вообще матрица, как они между собой сочетаются, они любят что-то изучать в игре, пробовать разные механики, то есть, как-то посмотреть, как ваша игра работает. Ну, и социальщики, люди, которые как раз тоже любят кланы, общение и всякое такое, они, возможно, в игру приходят, так, чтобы пообщаться. Вот яркий пример, собственно, продюсер, который нам рассказывал на курсе, у них была игра Бинго. Бинго – это целевая аудитория бабушки там за 50 лет, там, условно, 60 лет, 70, которые играют в Бинго в онлайне. И в какой-то, ну, то есть, там было очень много людей, которые платили большие деньги. Этих людей, как бы, ну, так называемые киты, которые в игру много вкладывают денег, их пригласили и бесплатно и оплатили им там встречу какую-то, в которой они все приехали в одно место. Вот эти киты, они между собой все познакомились, лично пообщались, играли в Бинго там, там же им эту сессию устроили, и затем их увезли домой. Они ничего, деньги поэтому не потратили. Что произошло? Инвестиции эти не только купились, но еще и сверхприбыли получили. То есть, эти же люди вернулись домой и начали инвестировать игру еще больше. Потому что, ну, скорее всего, это люди, которые любят социальное общение. Ну, логично, да, бабушки, которым там за 60 лет они любят с кем-то пообщаться. В принципе, это логично. Ну, и вот оказалась вот такая вот история, что нужно смотреть, какие фичи у вас и для какой целевой аудитории сделаны. Но многие, как бы, не любят это разделение по архетипам. Можете погуглить из 12 видов архетипов, личности, есть 4 вот игровых основных. Ну, это как вариант декомпозиции вашей игры. Следующая сложная история. Это IRM-матрица. Это штука, которая очень важна на при-продакшн-стадии игры, когда вы хотите проанализировать какие-то ключевые моменты вашей игры. Если какое-то значение в этой таблице в вашей игре не заполнено, скорее всего, вы еще не готовы к тому, чтобы игру делать дальше. Ну, то есть, опять же, я про бизнес сейчас говорю. Если вы делаете самостоятельно, это просто вам поможет понять, стоит, ну, понимаете ли вы, как ваша игра должна работать, что вы от этого хотите. И здесь вы можете, допустим, если вы для души делаете монетизацию выбросить, нафиг. В принципе, ничего не изменится. Но если вы можете ответить на вопросы по этим категориям, замечательно. Это говорит о том, что как бы ваша игра классная, и в нее даже можно монетизацию строить. Есть, во-первых, есть столбцы, да, core-фичи, метагей мы разобрали, есть социальные фичи, типа кланов, типа пригласи друга, и там эти фичи направлены на определенные вещи. Core-loop. А, ну и, соответственно, есть строки, acquisition, то, что как раз и формирует IRM-матрицу, привлечение пользователя, вовлечение пользователя, возврат пользователя или удержание и монетизация. Разберемся по отдельности. Начнем с acquisition, то, как вы привлекаете пользователей в игру. Мы разобрали, что рынок конкурентный, и даже если как бы работать на узкую аудиторию, вам нужно как-то их привлекать. Как ваш core-геймплей привлекает игроков? С Playrix, пример. Матч-3, ну, как бы, аудитория большая, можно привлекать через матч-3, а можно забить на это хер, как бы, и сказать, что у нас пины. То есть, это вот пример acquisition, что мы говорим, что якобы наш core-loop это пины, и это вариант. Как метагейм привлекает игроков? То есть, вы великий султан, наверное, видели, да, рекламу? Это вот как раз у Playrix, то, что эти картинки, когда ты вытягиваешь вот эти штучки, это игры с пин, ну, пин-механика, типа, вытащи пин, гвоздики. Метагейм, как привлекает игроков метагейм, соответственно, как бы, мы стараемся показать, какие у нас есть фичи, которые, как бы, ну, там, развитие деревни вашей, типа, вот, может, видели игры, где вы там рекламу, где ты кликаешь, у тебя там вау, растет что-то такое, особенно в survival-шутерах это любят делать. Это же метагейм. Показывает, как метагейм, собственно, якобы это core. Да. Ну, типа, история, что из разряда, давайте я, выбери жену себе и все такое, там вообще этого нету. Ну, может быть, в рамках метагеймплея есть, но там вообще не про то. Собственно, это то, как acquisition, как бы, у метагейма работает. Социальные фичи. Как бы, социальные фичи в acquisition вообще очень сильная история. Поделись с другом, пригласи друга, залогинься в фейсбуке, добавься в клан, расскажи другу про игру. То есть, и не всегда эти фичи прям встроены в игру. То есть, просто понять, что если у нас есть кланы, я прихожу, блин, давай ты тоже начнешь в эту игру играть, потому что мне нужен товарищ в клан, и мы должны всех порвать. Такая история. Если у меня товарищ играет в Lola, я пошел в Wild Rift, скачал на телефон, типа, и у нас синхронизация данных, видно, что я играю в Wild Rift на телефоне, потому что это один и тот же аккаунт Riot. Это социальная фича, человек видит, что я играю, и, наверное, тоже хочу попробовать, не люблю мобильные игры, но давай попробую. Это виральность и так называемый key-фактор, привлечение игроков через вот таких вот бесплатных механизмов. Engagement. Это то, как игрок вовлекается в игру, то есть, это процесс его удержания в рамках одной сессии. То, насколько игроку интересно в вашу игру играть. Ну и, соответственно, аналогично. Что будет мотивом для пользователя оставаться в игре? И еще чуть-чуть, 10 секунд, у меня новое здание построится, и я еще вот это сделаю, и еще один ход. Слышали про эффект еще одного хода в цивилизации? Что каждый раз ты хочешь сделать еще один ход. Это вот как раз про эта история, только про метагейм. Какие механики заставляют? Если в вашей игре выставлены тайминги прям таким образом, что игрока заставляют оставаться в игре, это супер круто. Поанализируйте когда-нибудь игры плейриксов на Homescapes и Gardenscapes. Просто посмотрите, как они вам бесплатные жизни дают. Меня это настолько бесило. То есть я вот сидел, играл, то есть ты такой, хочешь закончить, тут тебе на бесплатные жизни, потому что ты уровень прокачал. И на 30 минут, 30 минут времени ты еще будешь играть, потому что тебе жалко бесплатные жизни. Это, блин, пример того, как прокачка метагейма заставляет оставаться в игре. А здесь просто, ну, типа, насколько ваш цикл хорош, насколько человек внутри него крутится, насколько он интересен. Социальные фичи. Я только хотел выйти, мне написали, или у нас там сейчас до конца клановой битвы осталось 30 минут, поэтому я еще поиграю. Retention — это, собственно, как бы core gameplay. Почему игроку интересно возвращаться в игры? Самая основная причина — это, ну, она интересная. Или в core gameplay есть история, или еще что-то, ну, если это не метагеймплей. Если метагеймплей, то есть, что мы говорим? У нас есть уровни, я хочу прокачаться, я хочу узнать, что будет по истории. Homescapes — яркий тому пример. У нас есть любовная линия, которая до сих пор не закончилась. Игра в оперировании там уже сколько? Пять лет, как минимум. До сих пор там любовная история Остина с этой девушкой, которая начинается чуть ли не с первых уровней, она до сих пор не закончена. А уровни там уже десятки тысяч. То есть, игроков держат, игроков заставляют возвращаться. Ну, и здесь retention, социальные компоненты, типичные — это pop-up уведомления. Это, в принципе, социальный элемент. Или в Clash of Clans, или в монеточке на вас напали. То есть, когда вылезает уведомление, вернись в игру, или там мета-геймплей. Мы вам приготовили сундук, мы приготовили вам деньги в пиги-бенге, еще где-то, поэтому вернитесь в игру. И всякое такое. То есть, опять же, на вас напали, может и кор-геймплей отнести, потому что нападение может быть частью кор-геймплея. Монетизация. Ну, как бы, как монетизируется кор-геймплей. Гиперкэш — все очень просто, реклама. Мета-геймплей. Как монетизируется хомескейпс, бустеры, какие-то... То есть, там вообще очень много на бустерах построено. Иногда это могут быть премиум подписки, иногда в дейтинг-играх, как на нарративных, там это открытие дополнительного контента, это точка монетизации. И социальные обвесы, какие там присутствуют, допустим, в этой фичи, в социальных фичах. Ну, самое простое — это забустить свой клан, или там клановые войны позволяют нам как бы замонетизировать пользователя за счет того, что начинают покупать бусты, чтобы преуспеть больше в коре, а это приводит, ну, потому что техническим триггером для него послужила эта клановая война. Еще пример, там, не знаю, батл пасс. Это скорее мета-геймплей, да, то есть мы прокачиваем батл пасс для того, чтобы получить больше ресурсов. Это супер классическая механика, которую все сейчас используют. Вот. Про ERM давайте, вопросы есть какие-то? Короче, что вам нужно делать? Когда вы декомпозируете игру, вы можете взять и попробовать ответить на эти вопросы по любой игре. Чем больше деталей вы заметите, чем больше механик, тем лучше. А вот социальные фичи и привлечения. Тут имеется в виду, что один игрок уже вовлечен, и он работает кругом. Ну, да, да, собственно. Но иногда, на самом деле, не всегда. В принципе, социальной фичей можно считать работа с комьюнити. Например, у сообщества есть группа ВКонтакте, и один человек, он может быть вовлечен, может не вовлечен, он просто репостнул страницу, или просто увидел случайно человек группу в ВК об игре. И это пример, в принципе, социальной фичи и привлечения пользователей. Но да, один из вариантов, это типа поделился, пригласил. Виральность, когда ты кого-то приглашаешь, он органически скачивает, когда у тебя, не знаю, Земфира выпускает песню про твою игру, и все начинают смотреть, и кто-то даже идет и играет. Знаете, что Земфира выпустила песню по Homescapes? Если нет, то обязательно послушайте. Песня называется «Остин». Там просто трэш полнейший. Ну, не трэш, это, как это говорится, Психоделика. Да, именно, это слово я хотел сказать. Это полнейшая психоделика, в которой, как бы, Земфира поет о том, о своих внутренних переживаниях касательно игры. И она так раскрыла персонажа, что многие люди пошли просто играть в игру, потому что, блин, глубоко, типа, там этого нет в игре, но глубоко. Теперь люди не могут избавиться от ощущения, что это действительно присутствует в игре. И в шикарные строчки «Ты меня бесишь, Остин, заходи в гости». То есть, она понимает, что ее раздражает игра, она поэтому в нее играет, и тем не менее, она все еще хочет продолжать в нее играть. Это, кстати, так называемый фу-фактор, когда человек что-то бесит, и поэтому он играет. Dark Souls тому пример, собственно. Есть такой инструмент, как Conversion Funnel. Как раз в рамках вот этой первой игровой сессии его очень важно использовать. Вот пример того, как можно там игру, например, заинсталить, здесь только не регистрация, а install какой-нибудь есть. Мы видим рекламу, и там какое-то количество пользователей, допустим, мы считаем, что 100% кликает на рекламу, из них там 95 посещает, нет, точнее так, показывается реклама, 95 посещает страницу, из них 70 устанавливает игру, 65 только ее запускают, там регистрация или какая-то игра и прочее. Conversion Funnel это история про то, как ваш пользователь с момента его, попытки его привлечения оказывается так или иначе сконвертированным или активированным. Причем конверсию и активацию вы можете считать по-разному, все зависит от конкретно вашей игры. Часто конверсии называют первый платеж, например, то есть есть некий долгий процесс, в рамках которого игрок совершает первый платеж, и как только он совершил, считается, что он сконвертирован в платящего игрока. Есть этап активации, когда игрок прошел туториал, то есть можете считать, что у вас есть конверсия по туториалу, то есть, когда человек прошел. Есть конверсия по playtime, например, когда игрок поиграл энное количество времени. То есть, у вас есть какая-то мера, которую вы сами себе определяете, которая говорит о том, что игрок теперь подходит к какой-то когорту пользователя, которую мы анализируем отдельно. Ну и в целом конверсия подчиняется определенным правилам, которые в маркетинге тоже используются. Первое – это awareness, то есть мы его предупреждаем пользователя, показываем рекламу, например, потому что рассказываем о себе, вызываем у него интерес. То есть, показываем в рамках ролика, там, у него наш core gameplay или еще какие-то вещи. Дальше необходимо вызвать у него, соответственно, желание. И если мы смотрим на ролики, то это может быть, там, типа, количество увеличивающихся денег или в великом султане выберешь жену. Это, собственно, какой-то и интерес, и желание, и статус. И, собственно, дальше активация происходит. В рамках туториала это может быть, смотри, как ты умеешь, прикольно, правда, получается. Смотри, мы тебе за это монетки дадим. Молодец, ты прошел туториал, теперь ты знаешь, как тратить ресурсы, и мы теперь тебя можем монетизировать. Ну, примерно так. Пример конверсии туториалов – это, собственно, с DevToDev взято. У них есть демо-версия. Можете сами потыкать, посмотреть всякие эти… DevToDev, там, демо-приложение, демо-лайв. Вы можете прямо на сайте его найти. Здесь есть условные шаги, какие-то условные. То есть, для любой игры вы сами их определяете. Например, там, кликнул сюда, кликнул сюда, прошел первый уровень, еще какие-то вещи. И это, например, в общем случае, видите, только 50% пользователей прошли туториал. В принципе, норм. Скорее всего, кто-то пройдет попозже. Это пример того, как формируется вот эта воронка, и мы видим прямо отвал по пользователю, как они проходят. Зачем она надо? Смотреть, где самый большой отвал. Да, да. Ну, вот 15%, да, процентов. Вот самый большой отвал и 10%. Вероятно, шаги 6 и 7 надо проанализировать. Потому что, ну, о чем-то это говорит. Скорее всего, что-то, возможно, не так. Да, ну, дальше, сколько пользователей мы конвертируем. Чем больше конвертировали, тем потом проще, наверное, их монетизировать. На самом деле, не всегда прямая зависимость, потому что это еще зависит от рекламной кампании. Там есть сложные механизмы, типа, одних мы по одному ролику привлекли, других по другому ролику. Это разная аудитория, они по-разному себя ведут, их надо анализировать отдельно. В общем, очень сложная система, и этот еще аналитик занимается, собственно. Вот, а тогда, ну, прибыль можно прогнозировать по количеству конвертированных пользователей определенно, предполагаемую, по крайней мере. Есть такая история, как конверсия в платежи. Это вот, опять же, с Dev2Dev, в принципе, вполне реальные цифры. Всего 3% пользователя сделало первый платеж. Это еще неплохая цифра, на самом деле, 3 из 100%. А дальше уже, смотрите, они как бы платят все больше, ну, не больше, больше, они, в принципе, платят и дальше. То есть первый платеж – это самая сложная история на фри-то-плей рынке. И, как бы, вот здесь вот как раз вы это формируете, как… Вообще, Final Conversion, он не только про анализ того, как вы это, но и попытайтесь… То есть, здесь… Почему я вот этот слайд показываю? Здесь это абстрактные цифры, но внутри своей игры вы должны определять, как вы конвертируете пользователей. Это не только про мобильную игру важно, это в том числе про игру в стиме. Прошел ли игрок ваш Таториал, понял ли он механику, сколько контента он прошел. А какая конверсия в стиме, кстати, чтобы сказать, что игрок платящий? Самый банальный вариант, вроде, ну, я так понимаю, все молчат, думают, что ну, купил игру, значит, типа, конверсия 100%. А если через 2 часа вернет? То есть, получается, что необходимо заинтересовать игрока на 2 часа, если разобраться, чтобы ему понравился контент. Ну, в целом, это очень абстрактно, конечно, сказано. То есть, если даже не про деньги говорить, вам просто нужно анализировать, где игрок отваливается. Как вы строите воронку вот эту, чтобы ее максимизировать, сделать максимально широкой, чтобы у пользователя не было проблем с пониманием вашей игры? Дальше. Там почти закончили этот блок. Да, собственно, мы его закончили. Воронку необходимо строить и при анализе игр, и при формировании вашей собственной игры. Когда и что, и зачем вы делаете, ну, как бы, где вы можете увидеть потенциальный отвал. Разбивайте аналогические шаги. Это работа геймдизайнера, постараться проанализировать. Я еще раз проговорю про эту историю. То есть, как стать геймдизайнером. В первую очередь нужно вот эти все шаги. Ну да, сейчас, ну. Пройти вот эту всю историю с точки зрения анализа других игр. Это чисто алгоритмический, логический подход. Недостаточно придумать идею. Важно пойти, найти другую игру, которая похожа на вашу. Проанализировать вот с этой стороны. Неважно, Steam это игра или еще что-то. Особенности важно определить core геймплей и мета геймплей. Проанализировать ее механики. Посмотреть, как управляет ресурсами, что мотивирует у игрока возвращаться, какое первое впечатление об игре складывается, как он обучается и какие вещи заставляют игрока возвращаться. Когда вы сможете декомпозировать эту историю на такие механики, вы как геймдизайнер получите инструментарий, который вы начинаете соединять вместе и получаете свою игру. И скорее всего, когда вы проведете такой анализ в рамках своей игры, разбив ее на механику, где у меня ресурсы тратятся и все такое, вы поймете, какие проблемы вызываются внутри вашей игры. Отдельная история, на самом деле, неплохо клонировать механики и объединять их вместе. Это как мой арт, чужой арт. Получается, чей-то арт, чей-то арт посередине, получается мой арт. Когда мы что-то объединяем, идеи. Это классическая история с идеями, поэтому используйте ее, потому что постарайтесь подойти логически. Геймдизайн, как видите, это история чисто про логику, не про то, чтобы мы творчески что-то придумали. Это проблем-солвинг, основанный на анализе того, что уже существует на рынке. Отдельная история психологии. Ну и вообще, если говорить про геймдизайн чуть дальше, то в первую очередь прочтите The Art of Game Design. В русской версии вроде как уже есть, но третьего издания, а не четвертого, по-моему. Эта книжка, она как раз позволяет научиться смотреть через разные линзы восприятия, как это называет автор. То есть, вы смотрите на игру с разных сторон, с композицией, там, монетизации, с точки зрения, там, не важно, монетизации, монетизации, с точки зрения динамики, с точки зрения механики, с точки зрения эстетики. И таким образом формируете себе как бы видение проекта. И это самое важное, чему геймдизайнер должен научиться. Декомпозировать историю, в том числе свои ощущения. Давайте перерыв тогда сделаем. Там водичка и чай, все это дело есть, если еще берите, там стаканчики стоят на кухне, поэтому... Оставил. Хорошо. Все, звук есть? Да, есть. Хорошо. Так, ну погнали. Еще разочек ремарочка про предыдущие все эти пункты. Есть, я прям в этот раз очень много статей подготовил, которые позволят там проанализировать с точки зрения геймдизайна, про декомпозицию, про механик и прочие вещи. Вы верите, кроме как, ну, кроме как игрового опыта и чтение этих статей, лучше я вам там за короткий период времени не расскажу про геймдизайн, поэтому прям же must-have. Прочитайте статьи, которые будут в рекомендательных материалах. Я их специально красным пометил, которые прям очень желательно прочитать. Ну и вообще как бы просто там изучайте с этой стороны. Манжета GD это лучший ресурс, который вы можете использовать. Так. В первую очередь, я хочу, если вы хотите быть геймдизайнером и приопределить свою роль в команде, то определитесь, куда вы идете. Есть продюсер, который обычно вырастает из геймдизайнера. И задача продюсера – это продуктовая аналитика и, ну, как бы понимание того, куда двигать продукт, чтобы на нем зарабатывать деньги в том числе или там развивать какие-то решения, поиск финансов и прочие истории. Геймдизайнер – это же, как для процессированного человека, это человек, который живет в мечте постоянно. Он может придумывать классные и крутые идеи, предлагать их, озвучивать, декомпозировать много других игр, анализировать, иметь огромный игровой опыт, ну и просто мечтать и что-то придумывать и делать. Но, естественно, с какой-то логической подоплекой. И просто, когда он придумывает эти решения, он отдает их продюсеру, а продюсер говорит – это не будет работать, потому что я сделал ресерч, и вот это на рынке не работает, такая механика. У нас оно не будет работать. Поэтому придумывай другое решение для того, чтобы решить вот эту проблему. То есть геймдизайнер – это проблем-солвинг, а продюсер – это человек, который отсеивает эти проблемы. Здесь важно, куда вы пойдете, и тому и другому нужно игровой большой опыт, анализирование, и тот и другой придумывает идеи и решает проблемы. То есть только продюсер это делает на этапе продукта, типа там, давайте сделаем Майнкрафт, стилистики Фортнайта – это как раз про продюсирование больше, потому что там идет анализ рынка. Если говорить про геймдизайнеров, я уже говорил, что могут разные, этот список еще можно дополнять. В целом геймдизайнеры есть те, кто делает коры и метамеханику. Есть те, кто занимается, что подготавливают ТЗ для художников и для программистов тоже, то есть ищут по арт-стилю, выбирают арт-стиль. Они не рисуют сами, но они знают все о том, как правильно разработать там арт-концепт, как написать спецификацию для художника. Есть нарративщики или сценаристы, да, то есть их может тоже относиться к геймдизайнеру, потому что, ну, нарратив без игры – это, по сути, будет просто рассказ. А поэтому необходимо, то есть, выделять, что нарративщики – это тоже геймдизайнеры, которые функционируют с игрой. Из банального примера, соответственно, это, там, эти дейтинг всякие истории, которые, как бы, у которых особый вид нарратива, специально триггерящий, там, людей, которые в них играют. Типа, я беременна, что мне делать, и, там, типа, аборт или это, аборт заплатный, или что-то в этом роде, ну, с натяжечкой так примерно. Вы смеетесь, вы смеетесь, а ролики примерно так эти и делаются. Нет, я беременна, кто отец, и ты выбираешь, там, одно заплатное, другое не заплатное. Блин, ну, так и есть, то есть, типа, это же, тоже, это, нарратив ли это в чистом виде, как духовное искусство? Ну, нет, наверное, а может, и да. Баланс. Чистая математика, расчеты сильно применимы для медкорных, хардкорных проектов, то есть, сильно связано с механиками, но это сидеть, постоянно пересчитывать, что-то делать, анализировать, аналитик, кстати, сюда же. И монетизационный геймдизайнер, который специализируется. Часто многие компании выделяют вот эти категории в отдельных геймдизайнеров, потому что они могут себе это позволить. Очень большие штаты и очень большие объемы работы человек занимает, специализированы на этом, он специализируется на этой истории. На больших командах, конечно, вы будете сочетать себе несколько этих ролей, а еще есть технический геймдизайнер. Это когда надо сесть в движке настроить уровни. Тоже про баланс, просто на математике что-то не все подстраиваться, типа, давайте скорость увеличим, давайте здесь препятствий больше добавим. Чтобы каждый раз программиста палкой не тыкать, а он будет беситься от того, что ему надо не код писать, а тыкать, двигать сюда-сюда переменные, то лучше, чтобы это делал геймдизайнер. Про задачи. Я написал это в таком виде, потому что, в принципе, если разобраться, то прямо так, извините за английский язык, но просто оно хорошо звучит идеейшн, такой meditation, mediation, monetization или research. И, соответственно, как бы давайте разберем каждый из этих пунктов. Это то, что геймдизайнер делает вне зависимости от его направления, в принципе. В первую очередь, meditation, идеация, то есть, или генерация идеи. То есть, ну, решение проблемы – это то, основная задача, которой занимается геймдизайнер. И здесь, соответственно, как бы, вот первый пункт – это brainstorming мы или research. То есть, что делать более правильно. Brainstorm – это процесс, когда мы из головы идею берем, записываем на доске, обсуждаем, кричим или сам себе я записываю на бумажечке за ограниченное время. Это один процесс. Гарантирует ли это, что если мы зарабатываем деньги на игре, что игра будет… или что мы, если мы не зарабатываем деньги, а если мы хотим сделать интересную игру, что игра будет интересной? Ну, отнюдь нет, потому что любая идея требует проработки… Brainstorm, Бистан написал. Требует проработки и понимания, что, как бы, ну, действительно все компоненты, логические связи здесь присутствуют. Это чаще всего касается игровых механик, это не касается, типа, давайте сделаем ТД-игру с киберпанком. Типа что, ТД – мы знаем, как работает ТД, киберпанк, знаем, как выглядит. Что тут думать еще? Ну, типа, дальше проверяем, а как правильно сделать его? А что такое киберпанк вообще? Вот если бы два года назад, по-моему, в Минске побывали на одной сессии и сказали бы, что я хочу себе Tower Defense и киберпанк, а там сидел человек и сидел Project Red русскоязычный, он бы сказал, а что такое киберпанк, в вашем понимании? Именно это он сделал, когда один из людей предоставлял ему нарративный пиксель-арт какой-то с шутером в киберпанке. Он говорит, ну, типа, там, неоны, все такое, там, корпорации. И тогда это был геймдизайнер, собственно, из киберпанка. На тот момент, естественно, киберпанк еще не вышел, там только анонсы какие-то были. Он сказал такую вещь, что многие люди не понимают, что киберпанк – это не визуальная стилистика, не современная какая-то история и прочее. Киберпанк – это про нарратив, про захват корпораций, про их влияние, про то, что про влияние различных банд, структур и, в частности, там, больших корпораций, которые управляют миром. То есть, здесь они, когда подходили к разработке киберпанка, они очень много анализировали настольную игру киберпанка, брали всю нарративную составляющую оттуда и где-то местами и механики. То есть, не эстетику, суть была не в эстетике, а именно в эстетике с точки зрения нарратива. Это была более важная вещь. И, то есть, наверное, брейншторм и ресерчер должны жить вместе. Нормально брейнштормить, но хорошо бы и ресерчить потом эту историю, потому что вы можете, вам может быть крутая идея, которая на этапе проверки выяснится, что кто-то уже за вас сделал, и это уже не так интересно. Может быть, сделано неуспешное, может быть, сделано неуспешное, вы можете сделать успешное или еще как-то. Детализация и абстракция, опять это про то же самое. То есть, если есть идея, насколько детально ее нужно прописать, на сколько вещей вы думаете разработать в процессе. Действительно, что лучше, детализировать или абстрактно описать идею? Ответ простой – детализировать. То есть, геймдизайнер – это человек, который все придумает, прописывает, но не на словах сказал и даже не в виде одного, а четыре документа. Это постоянная работа с командой, потому что, если вы такой крутой геймдизайнер, у вас есть идея в вашей голове, крутая или не крутая, и вы даже можете объяснить, это не означает, что когда вы передадите работу разработчику, он сделает ровно то же, что вы хотите. Многие здесь из IT и понимаете, да, что такое спецификация для программиста. Особенно, если кто-то бизнес-аналитикой занимается, кто-то здесь, это понятно, QA занимается, то есть, соответственно, как бы там тоже своя история про спецификации. Когда, как любят говорить про нашего одного учителя здесь, в университете Иннополис, пока не доказано, но ты делаешь, что сказано. Вот и здесь также. То есть, необходима документация, чтобы была, которая прорабатывает геймдизайнер, и детализированная. Но, естественно, чем детализированней, тем менее гибко. Поэтому здесь, там есть какие-то хаки, которые позволяют избежать таких ситуаций. Все зависит от проекта. Делаем мы с определенной целью, типа, чтобы игра понравилась, или чтобы заработать, или чтобы мне понравилось. И, как бы, ну, это разные задачи, это нормально и то, и другое. Вы должны понимать, что конкретно в данной ситуации вы хотите достигнуть. Ну и, как в результате, вот по всему этому процессу идеации, ответив на эти вопросы, вы получите, как бы, какую-то идею. И идея состоит не в двух словах, написанной на доске после брейншторма, а после прохождения вот этих двух этапов в том числе. То есть, ее обдумывание буквально. И это делает просто геймдизайнер без учета всей команды. То есть, если вы работаете командой над игрой, то вы все геймдизайнеры, это коллективная безответственность. То есть, в результате кажется, что вы накидали классные идеи, а когда геймдизайнер начинает прорабатывать, он за голову хватается, понимается, что это не работает. Документация. Несколько видов. Геймдизайн документ. Самая банальная история. То есть, часть всего огромный документ, который описывает все, что необходимо быть в игре. Ну, обычно так говорят. Есть такая штука, которая называется vision или pitch документ. Тут кто-то разделяет, а кто-то нет, но в целом это документ, который... Вообще, давайте так, я дальше там про них вообще все это будет рассказано, поэтому просто есть концепт-документ. Это что-то между GDD и vision документом, который описывает общий концепт и чуть более детальный. Спецификации, то есть, ТЗ разного рода и таблицы и расчеты. Это основной инструментарий геймдизайнера, с которым он оперирует. Вообще про общие правила того, как формировать документацию, мы сейчас пробежимся, а потом пройдемся еще по тому, как эти документы писать. И сейчас это, собственно, про инструментарий GDD отчасти. В первую очередь, структура. На домашках вы уже поняли, да, что как бы структура очень важна, потому что нам удобнее их даже читать. Про внятность. У меня, например, есть у моего геймдизайнера порог такой небольшой. Он любит писать короткими тезисами, типа по предложению, типа это так, это так, это так, это так. Это рабочая стратегия, в принципе, и быстро пишется, и все такое. Но чем вы более тезисно пишете, тем менее, возможно, лучше это воспринимается человеком, который это потом читает. То есть, по-хорошему, работа геймдизайнера стоит в том, что документ отдал, и тебе ни одного вопроса не должны задать. Так не бывает, конечно, но тем не менее. То есть, нужно описывать систему в виде рассказов, которым вы поясняете, как одно связано с другим, и у человека формируется полное понимание логической схемы. В целом, работа геймдизайна — это разбить, как раз говоря, о корлупе, и чуть дальше мы разберем одну специальную тулзу, не тулзу, а подход, который используется для написания документов. Это создание логических схем, которые как бы показывают, как работает логически ваша система внутри игры. Ну и выделение цветом — это такая удобная штука, которую надо использовать, и я на примере сейчас там покажу. Это старый слайдик немножечко, но первые правила, которые лучше всего использовать в ваших документах, независимо от того, какие они — это оглавления. Если вы используете Google Доки, там есть замечательная фича, которая называется типа там «вставить оглавление», и вам не нужно ручками каждый раз оглавление переписывать, у кого-то такая проблема была. Плюс есть слева такая удобная штука — тыкаете и смотрите. Зачем оно надо? Разбитое оглавление позволяет разработчику перейти к конкретному разделу, быстро с ним ознакомиться и идти имплементировать, а не читать весь ваш ГДД. Используйте не оглавление, а определение понятий. То есть, например, здесь есть какая-то сущность, которая специфична прямо для игры. Так опишите ее отдельно длинным рассказом, то, как она связана, используйте так называемые кросс-линки, которые на документе ссылаются на то, как эта механика работает с другими механиками. Просто используйте какой-то блок, который объясняет, как механика работает и что это вообще такое. Что это вообще такое, как определение? Потому что это определение вы будете дальше использовать неоднократно, скорее всего. Попробуйте использовать, во-первых, комментарии. Супер круто про выделение цветов, что они позволяют увидеть какие-то важные части. Еще иногда мы используем такую структуру, что зеленым — это информация важная для ГД, синие — для программистов, красная — для художников, а желтые — какие-то там детали. И классный лайфхак, который используете всегда в своих документах. Если считаете, что что-то переделали, не удаляйте. То есть иногда большой блок — хочется удалить документы. И, кстати, это в домашках можно так сделать. Выделите черным цветом. Вот здесь видите белый шрифт, а если шрифт черный, то он просто закрасится, но при этом любой другой человек может просто мышкой выделить этот текст и снова его увидеть, потому что тогда покраска покрасится на синий, и черный шрифт на синем фоне видно. А, соответственно, если вы черный шрифт покрасите черным цветом, он просто будет видно, что это какой-то удаленный блок. И очень удобно, что вы можете... Можно, конечно, можно, просто чуть сложнее. Но смотри, я здесь точно знаю, что что-то вырезали, а я до этого читал этот документ. Может, мне стоит прочитать, что там вырезали? Ну, мало ли вдруг. А так версии я могу и не заметить. На самом деле, про доки там еще отдельная история. Но давайте дальше к инструментарию. Очень важно формировать такую штуку, как User Experience Flow Diagram. Это диаграмма того, как пользователь проходит внутри вашей игры. Здесь непосредственно там... Это примерно сообщение, типа, есть ли у меня сообщение, да, послать, но это не про игры. Но, как бы, то есть, у меня есть отдельная статья в рекомендательных материалах, как их формировать. Это логическая система, которая описывает, как игрок внутри ведет себя игры, как функционируют ресурсы. Это примерно то, как пользователь себя ощущает, проходя через ваш игровой цикл. Это близко к пониманию Core Loop, но более детально расписанная история, в том числе, возможно, с переходами по экранам каким-то. И, как раз по переходу по экранам, это инструмент, который называется UI overframes. Супер классно делать во всяких draw.io. Это условные обозначения экранов, как они выглядят, да, то есть, и обозначение переходов между ними. Суперважная информация для программистов, когда они начинают делать вашу игру, чтобы понять, где какие переходы им нужно составить логически и все такое. И дальше, соответственно, на основе этих UI overframes обычно делается еще вот такая штука. Это суперпростой скетч, составленный геймдизайнером. Это не конечный визуал UI, очень важно, потому что UI, на самом деле, должен заниматься UIX, не художник, UIX специалист, который на этом специализируется. Художник может сделать что? Нарисовать машину суперкрасивую, с текстурами и прочее. Это не UI специалист делает. UI специалист делает, какая кнопка здесь должна быть заметна, какого она цвета, какого цвета эта кнопка. Геймдизайнер просто накидал примерный концепт, я хочу, чтобы у меня на экране было 4 кнопки улучшить, одна кнопка купить, здесь была надпись о машинке, здесь информация типа это, возможность переключения и какие-то статы. Да, понятно все, но это все же можно перемешать очень по-разному, и это только UI, UIX специалист может сказать, как оно должно выглядеть. Единственное, что UI специалист не может сделать, это может сделать красивую рамочку для вашей окошечки, но он может сказать, какого рамочка цвета должна быть, чтобы не мешать пользователю восприятии. Не может нарисовать машинку, поэтому машинку будет рисовать художник. То есть это совместная работа трех людей, художник, геймдизайнер и UIX спец. Поэтому вот такие схемы надо использовать обязательно, то есть и привязывать их вот к этой истории, то есть иногда можно сюда даже их вставлять, но мне кажется это менее удобно, проще вот такие вот схемки делать, и это пример того, как с экранами оперировать. Пошли дальше. Vision документ. Как я сказал, Vision документ это небольшой документ, обычно на пару страниц, который показывает общий концепт без деталей реализации. Типа, не знаю, у нас там будут разные классы, разные сколько, три или пять, наверное, обычно это в документе не указывается в Vision, если только это неважная информация. Это эссенция игры, геймплей с этим визуал, то есть тот же пример, MDA фреймворк, примерно описывает самые ключевые фичи и вы можете его использовать для описания. Обычно содержит информацию о рынке, целевой аудитории монетизации, особенно если вы пичите это издателю, то есть Vision документ это классная штука, или пич документ, поэтому так и называется. Отправить издателю две страницы, он посмотрел, понял, что вы действительно проанализировали рынок, что вы понимаете, что вы хотите сделать и у вас есть классная идея, которая звучит прикольно. Можно содержать план разработки, но обычно нет. Если вы хотите издателю это показать, можете там дополнительно где-то приложить. Ну, отлично подходит презентация нового членом команды, ищите людей, вот вам VisionDoc. Получение фидбэка, дай, пожалуйста, фидбэк, что ты думаешь по этой идее. Запичите издателю, там тоже прекрасный документ, чтобы это показать. Недавно, кстати, вчера на подкасте «Как делают игры» разбирали питчи людей, которые пришли, то есть на этот, вот, и там из TinyBuild продюсеры разбирали питчи проектов. Тоже можете глянуть, как бы, и посмотреть, как это обычно делают. Концепт-документ. Это почти тот же самый GDD, но, как бы, опять же, тоже что-то между GDD и VisionDocument. Но, вообще, про GDD мы еще дальше поговорим, как его стоит делать, как не стоит. Это обычно более детальное описание. Концепт-документ лучше подходит для описания небольших проектов. Ну, например, для hypercasual проектов у нас все, что есть, это все GDD, но он же и есть концепт-документ, потому что он по объему небольшой. Он может содержать технические детали и цифры, он больше походит для презентации команды, он описывает какие-то детали реализации, возможно. Может содержать ссылки на другие документы, как раз описывает более подробную информацию о том, куда, то есть, зачем издатель увидеть ссылки на ваши другие документы. В концепт-документе можно и сделать, потому что общее описание вот здесь вот это, здесь это, здесь это. Дальше ты разберешься по по другим документам просто прочтешь. Рабочий документ для детализации – отличный вариант для небольших проектов. Просто как факт, что вы можете, конечно, использовать огромный ГДД, а можете использовать. И давайте поговорим, соответственно, на основе этих документов лучшей практики. Один документ на проект – хорошая практика или плохая? Наверное, гигантский, его мейтейнить тяжело. Что лучше, слева или справа? Ну, давайте так, я просто не нашел подходящую картинку. Представьте себе, что каждая цветовая гамма означает какую-то категорию или для конкретного набора людей. Ну, здесь иногда смешиваются цвета, но представьте, что… И опять же, представим, что объем здесь одинаковый. Слева вообще никак нельзя исправлять, справа – это… Я просто к чему это говорю? К тому, что на самом деле лучше, чтобы использовать, декомпозировать документы. Наша практика показала… Да не только наши на самом деле, серьезно. Если вы погуглите старые ГДД, которые есть, типа там геймдизайн документ, GTA San Andreas, Diablo, любили делать вот такую пачку огромную. Просто раньше IT такое было. Типа огромная документация, полный документ. Типа ты там все можешь прочитать, пролистать печатный. Сейчас этого не делают. Сейчас еще и классные вики-системы есть, которые разбиваются буквально, типа, по страницам. Поэтому делать один большой документ, в котором очень сложно разобраться, найти зависимости. Типа одно удалил, другое вставил. А если механики связаны с задницей, это нужно вообще все же поддерживать постоянно. Проще делать какую-то геймдизайн документацию базовую. То есть вообще разбивать себе как-то папки по категориям. Мы-то, например, делали, не помню, есть у меня слайд, нет, у меня нету слайда здесь, ну ладно, по картинке. Мы разбивали, у нас есть на Google диске, есть папка GD. Это просто вся внутренняя документация для геймдизайнеров, используемая там для их же самих понимания. Она не нужна команде чаще всего. Ну, разве что концепты Vision документ, чтобы объяснить общую идею, чтобы все были в курсе просто. Есть папка со спецификациями, ну или с ТЗшками, то есть в которых описана конкретная реализация конкретной фичи. И то есть если здесь геймдизайнер варится сам в своем супе, он знает, что у него где написано и может это расписать, то в спецификации как бы там она конкретно по узкой фиче, по реализации конкретных вещей. И это реально два разных документа. В одном случае тут надо очень много деталей прописывать, а в другом как бы достаточно понимания игрового, референсов и всего такого. Ну, мы еще создавали папку с артом. То есть у нас туда запихивали арт, который необходим программистам для выгрузки. Можно использовать Git, это отдельная история. И то есть я к тому, что общий вывод в том, что на самом деле лучше всего действительно разбивать документы. Это реально наш опыт и большинство компаний сейчас используют то же самое. Есть еще Вики-системы, про них дальше поговорим. Мы на самом деле еще сейчас создавали папку builds. Если хотим билды поделиться, у нас там мобильные билды, но даже если нет, то чтобы не в Телеграме не искать версию билда или в каком-то еще чатике, используем Google Диск, более того, там система версий есть. То есть вы можете загружать, смотреть разные версии, если еще перекачивать. Это очень удобно. Но для кода, естественно, использовать GitHub надо. Если вы там знаете что-то хуйит. Комментации не хотите использовать в GitHub? Зачем, если есть Вики-системы? Это же в Google Доки это облачная система своего рода. Чем она отличается от GitHub? В каком-то смысле у GitHub есть папки, у Google Диска есть папки. То есть удобство не создает, а Вики-системы намного лучше. То есть они нацелены на то, чтобы в удобном виде хранить информацию. Мы месяца два назад перешли на конфлюенс полностью. Такое дополнение, что может быть плюс в том, что код связан с документацией. Каких ситуаций действительно надо? Здесь скорее суть в том, что было бы классно связывать коммиты и задачи с этим. Это факт. Но для этого не нужно это в Git делать. Обычно для этого используются интеграции. Типа, что мы в конфлюенс или в Utrek. Ну, к нашей доске. Это должно быть не только с точки зрения технической возможности. Это надо, чтобы внутри команды все делали правильно. Например, мы используем Utrek. Задачи отправляются в данный. Обычно к задаче прикрепляется документация со спецификацией. Мы все еще все храним и все видим. Код критичен для ошибок. Поэтому правильно сказал. Даже если допустить ошибку в документации, этот вебилд не падает. То есть можно напрягаться друг с другом. Поэтому для кода нужен более серьезный способ, в том числе контроля наступания на корабле. Хотя, конечно, можно настроить уровень доступа и в конфлюенсах. Но все-таки вот. Ну да, это, кстати, используется обычно. У нас просто нет в этом необходимости. А так, да, обычно так и делается. Вот. Разбивайте документы по механикам. То есть помимо того, что вы разбили есть GDA спецификации, напишите здесь у меня все про уровни, здесь у меня про управление, здесь еще про что-то. Это то, что мы там у себя делали. Просто для удобства. Это, опять же, такие капитанские советы. Просто декомпозируйте все и расписывайте. Это кажется все очевидным, но когда мы работаем в команде, внезапно оказывается, что все на это болт кладут. У меня художник сейчас работает и бывает на это болт кладет. Типа там. То есть как-то нейминг не совпасть может. Еще что-то. И ты сидишь потом с этим разбираешься. А если еще есть слои в фотошопе неправильно названные. Ой. Вообще плохо очень. То есть там получается вся эта история. Так. Ссылайтесь на главный документ. То есть GDD, ConceptDoc, еще что-то, если там описано все более подробно. Потому что чаще всего один документ поддерживать проще, чем другие. То есть если есть спецификация по задаче. Горим. Вот здесь вот написана прям конечная версия 100%. Но вот здесь вот какое-то еще описание. Используйте кросс-ссылки внутри документа. Для того, чтобы их использовать, нужно оглавление в Google Doc. Поэтому оно нужно. Пишите детальную информацию в одном месте. Опять же, про один документ. Поговорим про инструментарии, которые позволяют искать вдохновение. И, собственно, как бы вот они просто списком. Я могу их сейчас открыть. Собственно, давайте так и сделаю. Сначала начну с самого важного, наверное. Самого интересного, точнее. Это Pinterest. Pinterest позволяет просто сделать вот такую историю. Сейчас. Наверное, залогиниться надо. Да. Что поищем, например? Например. Например, так. Напишем Cyberpunk. И, кстати, нам интересно, можно создавать свои доски. Суперудобно. Внезапно, но мы попадаем на кучу арта, который не весь является артом киберпанка. Именно, в смысле, который у нас сидит Project Red. И, допустим, мы ищем, на самом деле, по гиберпанку не вот какие-то такие картиночки, а какой-то фотореализм. Например, типа такого, да. Заходим в него. Опа. И мы видим еще кучу таких же картинок. Они объединены по тегам. Они объединены по доскам. Тут суперкрутая система рекомендаций. Это суперкрутой инструментарий для того, чтобы геймдизайнеру, то есть, собирать референсы, показывать какие-то элементы, в особенности для арта. Вот. Можно формировать свои доски по определенной теме, чтобы потом эти же доски переиспользовать. Это суперкруто. И еще вам периодически будут рекомендации даваться. Вы вот в этом заинтересованы. Возможно, вам понравится еще вот это. Дальше. Artstation. Это, я не буду ее открывать, наверное. Artstation это, собственно, ресурс для художников. Есть еще один, я забыл, как называется. В общем, просто там художники выкладывают свои работы и портфолио. Заходите, подписывайтесь на знаменитых художников, смотрите, как бы вы получаете кучу референсов. А теперь про бесплатный инструментарий от Фейсбука. Еще один. Тут важно отключить от блог. Жень, ты здесь? Блог видео-донлоундер. Не знаю. Ну, ладно. Вроде нету. Окей. Пишем имя издателя. Например, берем Voodoo. Гиперказуальный издатель. Так, все рекламные объявления ставим. Опа. И мы видим, что Voodoo использует для того, чтобы привлекать своих пользователей по своим играм. Суперкрутой инструментарий для того, чтобы проанализировать, как завлекают пользователи, чем конкретно его завлекают. Например, ну, например, да. Можно разбить это по рынкам. Это кубсурфер. В кубсурфере нет такого бэкграунда. Вообще не такой. Но почему-то, видимо, они крутили креативы и оказалось, что это работает. Ну, или вот, да. То есть там толпа народа, satisfaction какой-то и прочие вот эти вещи. То есть, ну, опять же, хорошие референсы для механик, хорошие референсы для визуала, хорошие референсы для объяснения чего-то, что вы хотите сделать. А это Voodoo, получается, согласились разместить это? Нет, это Facebook автоматически размещает. Потому что, когда ты размещаешь рекламу в Facebook, все, она же крутится, она публичная. И Facebook тебе говорит, ну, вот то, что на Facebook сейчас крутится. Если только не забывайте, что эта история, она через пару месяцев удаляется. То есть, типа, вы, если хотите себе как референс сохранить, то качайте обязательно. Так. App Magic. Я про него уже сегодня упоминал. И вот у них этот инструментарий пока не публичный. Но по ссылке вы можете перейти. Ссылку я предложил. Это такой же инструментарий для этого. App App Intelligence. То есть, здесь можно ввести имя издателя. Можно ввести там географию, где оно, этот, PyPublish. Ну, допустим, PyPublish. Или вот, нет, тут есть по играм. Например, введем CubeSurfer тот же. Тоже просто некоторые данные могут здесь попадать, некоторые могут не попадать. Сейчас. Почему он не показывает? Ну, в общем, ладно. Я просто не буду надолго останавливаться. Идея в том, что вы можете ввести имя игры. Можете там ввести имя, здесь имя издателя, по-моему, нельзя. По издателю, да, нельзя. Ну, вот, соответственно, вот можно тоже посмотреть, какие используются для CubeSurfer. Более того, чем еще именно этот сервис хорош, Facebook Ads показывает просто видео. А на этом сервисе еще можно посмотреть так называемый Playable Ads. То есть, это игры, которые... Сейчас, здесь, по-моему, есть типы. Оно, может быть, сейчас не запустится. Но это, короче, играбельная реклама. Возможно, вы видели такую, когда вы ее запускаете, то вы можете в нее поиграть. Типа, там, мини-версия. Я не знаю, запустится она на компе или нет. Ну, не запустилась, но не суть важна. То есть, иногда запускается, иногда нет. Ну, и StorgLight. Это сервис по анализу игр, которые выходят в Soft Launch, в частности, по гиперказуальным в том числе. То есть, у них на сайте можете зайти, посмотреть то, что сейчас находится, ну, ближе к трендам идет. То есть, то, что сейчас набирают какую-то рекламу. У них есть Telegram-канал, в который они регулярно выкладывают эти рекламные ролики. Вы можете там подписаться раз в пару дней, типа, вам приходит там пачка роликов, посмотреть, сохранить себе то, что понравилось, или получить вдохновение для идеи. Дальше. И формируйте свою собственную библиотеку, собственно, на основе всех этих данных. То есть, у нас, например, в Confluence используется, это не отформатированный список, а есть отформатированный список того, где у меня куча репортов. Они отформатированы по категориям, все разложены. И я могу, если что, найти какую-то информацию релевантную мне для рынка. И это очень важно для себя формировать. Есть куча референсов. Я им стараюсь дать какие-то нейминги, которые позволят мне потом легко найти их на Google диске. Даю названия по играм, соответственно, от Surglide-креативы. Названия игр, то есть, в целом, геймплейные элементы, рекламные ролики. Сохраняя их себе и зная всю эту иерархию, вы потом можете очень классно использовать всю эту историю, чтобы дать референсы вашим художникам или программистам. Это самый сложный поиск референсов. Ну, то есть, хорошо, если вы знаете, что искать. А если не знаете, то у вас это есть в библиотеке. Наверное, попробовать можно перерыть. Теперь про тулзы. Confluence. Мы к нему перешли. Я рекомендую, потому что сейчас до 10 человек он бесплатен. Это Вики-система, там позволяет создать свои пространства со статьями, супер классный инструментарий, куча плагинов, возможность создания темплейтов. Это супер круто, даже круче, чем Google Доки, потому что мы поняли, что когда у тебя начинает формироваться очень много Google Доков, ты так вот постоянно по папкам лазишь, очень неудобно. А Вики-система это классно. Ну, и можно там просто, опять же, ссылки использовать. Но Google Доки не выбрасывайте, они нужны. В том числе, Google Диск нужен. Как бы тут уже зависит от вас. Многим нравится Notion. Мне не нравится. По одной простой причине. Больше одного человека уже платно. То есть он суперудобный, типа для, как сказать, мейнстримный такой, типа, что вот там все классно, удобненько писать, очень приятно. Но если вы командой работаете, вы заведете аккаунт один на всех, и это будет не очень удобно, непонятно, кто где что редактировал. Но, типа, прикольно. Может быть, для своих собственных заметок нормальная история. Кто-то в профессиональной его использует. Google Доки, очевидно, да, как бы, то есть. И я здесь важно хочу отметить, здесь суть не только в Google Документах и в Google Таблицах. Посмотрите, что такая штука, например, как Google Сайты. Я в свое время, но в рамках стажировки одной делал там Google Сайты с помощью их конструкторов. Их можно даже опубликовать без хостинга, без ничего для внутриигрового интернета. То есть внутри игры был, типа, свой симуляция интернета, и я так макеты сайта, типа, собирал на вот Google Сайтах. Это можно вот так использовать. Ну, Google Диск там очевидные, слайды и прочее. Draw.io. Если вы не знаете, что такое Draw.io, то это сервис по рисованию всяких диаграмм и прочих историй. Он супер гибкий, вот в нем надо рисовать UI-верфреймы, расписывать core loop и прочие вещи. Синхронизируется с Google Доком, создаете себе там в Draw.io диаграмму и начинаете ее отрисовывать, создавать связи, стрелочки. Супер интуитивно понятно, поэтому проблем с пониманием не возникнет. И Machinations это классная тулза, которая все больше и больше сейчас развивается. Она позволяет создать, как раз на основе этого Draw.io механизма, когда мы рисуем схемку, создать логические схемы для тестирования взаимодействия механик в вашей игре. А в частности для расчета баланса. То есть вы такие пишете, здесь у меня тратятся ресурсы, здесь ресурсы игрок получают с таким-то шансом. То есть вы прям вводите просто переменную математику, вместо того, чтобы кодить всю эту историю или в таблицах высчитывать, вы можете эту схему построить и запустить симуляцию. Симуляция прогоняется там 10, 20, 30 тысяч раз, сколько вы хотите, и выдает вам результат. И вы видите то, как игрок там эволюционирует, то, как у него ресурсы тратятся. В общем так, по-быстрому графиками себе закодить игру по сути, точнее математику игры. Ну и к последнему выводу, который я хочу вас зафорсить. Как я сказал, геймдизайн это история про то, чтобы иметь наигранность декомпозировать и прочие вот эти вещи. И моя цель была сегодня вам дать инструментарий для того, чтобы научиться быть геймдизайнером. А не сказать, что делайте вот это, вы будете геймдизайнером. Нет, потому что это работа с постоянным креативом и анализом. Поэтому вот задача, самая главная геймдизайнера в проекте, это создание рабочего пространства и инструментария для себя, который позволяет ему постоянно что-то анализировать. Точно так же, как вы создаете свое рабочее пространство, точно так же вы будете создавать игры, подходя к этому с логическим процессом и адаптируя какие-то вещи. Вот это самое главное, что я хотел сегодня донести, собственно. Ну и давайте перейдем к домашке, если нет каких-то вопросов. Нет? Все понятно или ничего не понятно? Нет, все понятно, но просто, видимо, это самое. Большинство инструментов, либо, ну, многие из этих вещей, скорее всего, вообще не будут использоваться. То есть важно сделать выбор свой, правильно? Какие не будут использоваться, например? Я использую все вот эти. Все, которые перечислены? Да, прям все. Ноушен не будет. А, машинейшн не использую, но у меня геймдизайнеры его используют. Ну, ноушен не использую, да. Ну, потому что это замена одно другому. Поиск своих этих самок. То есть здесь получился презентация именно твоего набора, но важно понять... Кажется, мой набор самок. Нет, ну, как тебе сказать? Ну, да. Опять же, про инструменты... Очевидно, я бы ты в этом больше. Инструментарий – это ваше дело, действительно. Я не про инструментарий больше, а про даже вот эти инструменты, которые, типа, для поиска вдохновения, как источник знаний, способы анализа, декомпозиции игры, как ARM, матрицы – это тоже инструменты, просто они не имеют физического представления, это логическая связь. И поэтому использовать надо их. Ну, то есть, есть еще множество других, и, собственно, вы можете про декомпозиции, способы их почитать в этом, но IRM, F2E, конверсия, воронка конверсии – это инструментарий, который используется, ну, везде просто. То есть, анализ аналитический и прочее, он используется везде. Это просто, ну, на рынке стандарты. А Google Doc'и вы используете или в Word'е пишете? Да, господи, ваше дело, лишь бы вам удобно было. Про процессы можем отдельно еще пообщаться. Про поиск вдохновения есть один философский вопрос, но я боюсь его тут это задавать. Или, по крайней мере, давайте заранее скажу, что постараемся не холиварить, не тратить общее время. То есть, как нам идти в прокрастинацию во время поиска вдохновения? Нет, а ты говоришь сейчас про мотивацию, не про способ найти идею или проанализировать ее. Про что речь будет? То есть, у меня звучало так, как будто бы, типа, как не потерять мотивацию, по сути, да, в каком-то смысле? Ну, это сложный вопрос философский, действительно. Он не касается. Мотивация, ну, мотивация, это надо с психологом разбираться в каком-то смысле. Ну, я не могу сказать, почему ты, я хочу сделать игру. Ну, вот тебе инструменты. Типа, начинаешь искать идею, и я не захотел делать игру. Но я не могу с этим помочь. Нет, ладно, если по-серьезному отвечать, то, как бы, ну, надо вдохновляться, наверное, я бы для себя вдохновлялся бы процессом и успехами, потому что, что значит, ну, что есть поиск идеи? Это просто, типа, я хочу, цель какая у поиска? Вот это как раз про goal-based или desired-based. Если есть желание, то с мотивацией проблем нет. А если желания нет, но есть цель, или она цель невнятная, то с мотивацией возникнут проблемы. Типа, я хочу заработать много денег на своей крутой игре, и поэтому цель вполне четко понятна, и действительно можно расстроиться, когда не заработал денег. Но это, сори, это бизнес. Если, типа, у меня желание сделать свою крутую игру, и я ее делаю, так мотивация не пропадет вроде. Другой вопрос, что, типа, если не получается сделать, конечно, но это не про идеи, наверное, не про декомпозицию. Может, кто-то еще что-то скажет на этом поводу? Я хотел сказать, что лучше мира, может быть, даже используют для брендшторминга и коллаборации, там, лучший инструмент сейчас, чем у Google, например. Ну, это, я и говорю, да, поэтому я, собственно, и привел, просто для нас не зашло. Как бы, мы пробовали, я слышал, нельзя экспортнуть в PDF-ку, например. Вот с Confluence мне сейчас не нравится, что Google Doc'е я легко отправил, там, покомментировали и прочее, а мы бесплатным Confluence пользуемся, деньги не хотим платить. Поэтому мы не можем поделиться статьей, приходится экспортить в PDF-ку, что, как бы, для чтения человеку конечному норм, а для дачи фидбэка потом не очень. Но зато нам, ну, нам так удобнее просто, поэтому мы так остались. Поэтому здесь все зависит. И вообще, инструментарий, это все наживное, вопрос в подходе, как работать с этим инструментарием. Ну, давайте тогда по домашке. Естественно, домашка самая простая. Берете любую игру и декопозируете ее Core и Meta Loop. Вот. То есть, постарайтесь его там обозначить через конкретные механики. То есть, эта механика, она и часть Core Loop, это Meta, или и Core и и Meta. Обозначить, что это за механика. Проанализируйте свой игровой опыт. Я рекомендую просто сделать мобилки. Я понимаю, что очень много про мобилки игры, просто это очень простой способ очень быстро это сделать. Если вы пойдете в ПК-игры укопаться, то будет тяжелее просто. И поэтому такая рекомендация. Просто более мелкий масштаб. Не более все, как сказать, не абстрагировано, а наоборот, притянуто за уши, ладно, скажем так. То есть, типа, вы точно знаете, что здесь вас деньги просят заплатить, но по-другому не получится, вы поймете это. В микротранзакциях в Assassin's Creed, наверное, это не супер очевидно. Вот. Что интересного? Для кого эта игра? То есть, в рамках первой сессии, поймите, попробуйте, кому она может быть интересна. Постарайтесь записать видео, если вы его еще приложите в домашки, типа, то есть, будет вообще суперинтересно. Потому что, не знаю, какие-то игры, может быть, вы выберете очень интересные, которые могут суперинтересную модель иметь. IRM. Попробуйте проанализировать, составить матрицу. Опять же, есть очень много сопроводительного материала, которого я добавил, и если вы его прочтете, вам намного проще эту работу будет сделать. Опять же, очень много это означает, что не то, что вы там заройтесь совсем, просто он интересный, вы его почитайте, как будет возможность. Может, там, домашку сдвинем, еще как-то в этом роде. Можно попробовать, если под лица так времени будет. Главное, дайте фидбэк, если что. Посмотрите, где вас конвертируют, когда вы перестаете жить в рамках этой первой игровой сессии. Ну, то есть, когда вам говорят, делай что хочешь, а когда вам просят заплатить. Попробуйте на следующий день в игру зайти, посмотрите, что изменится. У меня просто интересно, как разработчик пытался вас повести по определенному пути. Попробуйте написать вижн документ для игры, прям для любой. Важно, вижн документ, две страницы, просто общее описание. Я могу дать формат, там нужно, чтобы было желательно, чтобы вы сказали, кто целевая аудитория, вкратце, можно без анализа, просто как вы предполагаете. Какие основные механики, какой визуальный стиль, на какие референсы вы опираетесь, и почему вы думаете, это может быть интересно, и кому. Не пытайтесь расписать план производства, просто игру как идею, как продукт. Это не обязательно... Своё придумать или готово расписать? Ну, если готово написать, наверное, как бы в этом смысле особого не будет, поэтому лучше своё написать, и это не значит, что вы будете делать. Ну, типа, если захотите, конечно, можете, но вы здесь можете прям что угодно взять. Используйте инструменты, которые я предоставил выше из разряда типа Pinterest, возможно вы что-то из Magic вытащите по данным, возможно ещё откуда-то, возможно вы рефы найдёте в тех вещах, которых я скинул. То есть здесь очень много источников информации, которые можно сделать. То есть здесь вот тут я хочу посмотреть на то, как вы там усвоили материал, попробовали, и умеете декомпозировать на механике, это самое важное. А вот здесь просто посмотреть, то есть как вы умеете из уже декомпозированной истории сформировать какое-то видение, и, например, если вы захотите брать команду, то, соответственно, как бы сможете ли вы её привлечь, и отсюда вы получите фидбэк, что непонятно. Вот здесь вот, то есть просто вы себя как геймдизайнер оцените как качество написания документации, её понимание. Не про форматирование даже и про эти вещи, это естественно, это всё технические аспекты. А про то, как вы можете объяснить концепт. Не обязательно он должен быть вау суперкрутой, просто он должен быть понятным. Как-то так. Вот. То есть должно ли нравиться, или наоборот, что будет полезно по второй части? Описать то, что реально нравится, или наоборот сделать это на какой-то стиль, который не нравится? Да, на самом деле не принципиально. Наверное, то, что нравится, потому что здесь как раз это даже хорошо, полезнее, потому что как сказать, не глаз замыливается, а типа такое ощущение радости, что у меня очень классная идея, ты её записываешь, пишешь на эмоциях, а потом оказывается, что, блин, тебя не поняли. И ещё туда же вопрос, то есть полезно, когда первый, второй пункт домашки коррелируют, или когда это совершенно разный стиль? Не принципиально. То есть, смотри, здесь они сами по себе просто коррелируют в том смысле, что здесь ты питчешь идею, которая у тебя есть, а здесь это анализ и декомпозиция, здесь чисто такая логика. Текущая идея, скажем так, очень похожа. А, это будет прекрасно вообще на самом деле, потому что ты как бы проанализировал, показал, и вот я думаю, что вот такие же механики можно использовать здесь, но что-то мы поменяли, это классно. Так как здесь нет цели проанализировать продукт с точки зрения маркетинговой успешности, это тоже будет хорошо, просто если мы скопируем эту историю сюда, то есть, ну, по сути, возьмём игру и её скопируем, то, ну, это будет опыт написания документов. А если мы что-то поменяем, то как бы это уже опыт объяснения механики, которую я придумал или там концепта, который я придумал. Вот. То есть, я ещё прокомментирую, что для декомпозиции надо взять, скорее всего, игру, которая прям хорошо продалась, потому что, ну, на ней, значит, работали туда все инструменты, использовали. Можно ошибки проанализировать, в принципе. То есть, можно найти две похожие... Если игра плохая, то там, может быть, автор как бы... Он не может и не использовать. Да, конечно. Самый банальный пример это Playrix, но там, возможно, очень долгий будет игровой момент. Любые топы типа Clash of Clans, этот... Забыл, как он суперселловский. Battle... Короче, любая медкорная игра, ну, любая медкорная игра может подойти сюда хорошо. Казуальная игра может сюда замечательно подойти. То есть, гиперказуальная тоже может. Почему нет? То есть, просто вам там будет немножко меньше объёма контента, но, в принципе, посмотреть F2E, например, когда вам в первый раз рекламу показали. Это важно, на самом деле, иногда делать специально, не показывают. Или, когда вас просят ревардить видео, посмотреть. Тоже там такие вещи. Ну, просто немножко другой-другой процедура. Там, чем больше напихаешь, тем лучше, но так, чтобы не отвалились пользователи при этом. Вот. Можете попробовать проанализировать со стороны там, стима. То есть, что стараются вас в первые же игровые минуты вовлечь в игру, чтобы вам было интересно. Это сюжет, это супер-механика, вас сразу вводят в игру, или вам 5 минут катсцены показывают. Или изначально у игры был сильный маркетинговый потенциал, что люди будут в нее долго играть, они садятся и прям ждут долгой катсцены. Например, там, ну, не знаю, Skyrim, например, То есть, а потом вам дают сразу возможность кастомизировать персонажа. Это тоже супер-круто. Cyberpunk вам дают, вроде как, вначале выбрать вашу судьбу. Потому что вас завлекают, и сразу прокастомизировать персонажа, а потом уже сразу в геймплей пускают. Не играл, поэтому точно не знаю. Вот. С этой стороны как бы тоже можете проанализировать. Там просто FTE легко составляется, ERM, чуть, acquisition, стратегия сложнее чуть-чуть делается. А engagement, retention можно прописать. Потому что, ну, в AAA-проектах очень просто, типа, вбахиваем, рассказываем везде об игре, и вот наша, собственно, стратегия привлечения. Ну, как, если мы говорим, что у нас в киберпанке в Core Gameplay у нас уникальная визуальная стилистика и эстетика. Это, в принципе, стратегия привлечения. Почему нет? Вот. Ты заинтересовался про 64-ки или карточки с гейм-механиками? А, да, 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 да. Я... Сейчас я напишу себе, чтобы не забыть, ладно? Если забуду, то пинганите. Ваше знание, что эти два разных документа не пихаете, все должно. Ну, да, наверное, да. Это лучше разбить на разные документы, на папку киньте просто ссылку. Сразу на папку. Ссылку на папку. Да, ссылку на папку. Так, сейчас я в очередной разу. Ворд умеет в Google документы что-то? Да, умеет, но иногда... Ворд умеет экспортировать к себе. А в чем по времени не писать документы? Не знаю, ворд удобнее. Да, умеет. Лучше всего, если ты приложишь файл, нажмешь на него и нажмешь открыть в Google доках. И тогда он сконвертирует его в Google док файл. И обычно форматирование не едет. Ну, если что, приложи оба файлика. Просто мы посмотрим так. Не страшно. Так, геймдизайн для сочувствующих и механики игровые. Хорошо, я записал. Сделаю. Так. Все. У меня вроде как все. Это так же, по-моему, 20... Ну, типа, сколько он... Ты в среду, да, делал дедлайн? Давайте, смотрите, я понял, что я немножко не успеваю с тем, чтобы дать вам всем подробный фидбэк. Насколько вам критично, чтобы вам фидбэк давали прямо сходу, то есть, типа, там, на следующем занятии. То есть, мы разбираем все равно домашку и, как бы, насколько вам критично получать фидбэк на ранней стадии. То есть, я понимаю, что есть моменты, где он важен очень рано, а где-то не очень важен. Потому что важное самое, что ты хотя бы несколько работ посмотрел, что-то прямо юдиловал? Нет, я смотрю их все. Посмотрел я все. Я не на все ответил. Это просто дольше. Я когда понял, что я начал, типа, там делать, прошел час, и я четыре работы, типа, ответил. Ну, типа того. Формат, что до следующего занятия делаем домашку, а потом еще до следующего занятия проверяешь. Ну, мы думали об этом, но у вас вот не получится лак такой большой по материалам. Ну, да, проверяю. Вот как раз, видимо, я проверю до следующего, и у вас там до конца недели, я постараюсь на самом деле завтра это все закончить. На самом деле, главная ценность проверки, это не каждого конкретно проверить, а вот тебе лучше не делать. Основные... Ну, это и делается, это всегда делается. Хорошо. Нет, кто-то не получил ответы на вопросы по своей домашке вот в рамках этого анализа? Хорошо, тогда мы постараемся приоритетно всегда все равно посмотреть общие ошибки и это сделать по возможности дать фидбэк по каким-то вещам. Но если вы будете чувствовать недостаток фидбэка по вашей работе, дайте знать. Я говорю, если там форматирование херовое или еще что-то, я сразу скажу, типа, это тяжело читать. Это нетрудно проанализировать, ты сразу это видишь и все. А конкретные вещи, типа, там, ну, мы взяли, посмотрели в стиме топ-1, да, игр, как бы, оно в топ-1 сейчас просто. Если у нас Among Us топ-1, это не значит, что он всегда такой был, он два года назад вышел, а полгода назад стал популярным. Ну, я не помню точные даты, но вы поняли. То есть, два года игра была где-то, существовала, в нее никто не играл. Как бы, популярна ли она вообще из-за этого? Ну, как бы, да, сейчас. Вообще, нет, наверное. Ну, тогда все. Не буду вас задерживать. Тем, кто из Казани, как раз автобус.